Перед занавесом Чувство глубокой грусти охватывает кукольника, Когда он сидит на подмостках И смотрит на ярмарку, гомонящую вокруг. Здесь едят и пьют без всякой меры, Влюбляются и изменяют, Кто плачет, а кто радуется, Здесь плутуют, дерутся и пляшут под пиликанье скрипки, Здесь шатаются буяны и забияки, Повесы подмигивают проходящим женщинам, Полицейские глядят в оба, Шарлатаны бойко зазывают публику, Между тем, как ловкие воришки, подкравшись сзади, Очищают карманы зевак. Да, вот она, ярмарка тщеславия. Место нельзя сказать, чтобы назидательное, Да и не слишком веселое, Несмотря на царящий вокруг шум и гам. Многие самого дурного мнения о ярмарках И сторонятся их со своими чадами и домочадцами, Быть может, они и правы, Но люди другого склада, Обладающие умом ленивым, Снисходительным или насмешливым, Пожалуй, согласятся заглянуть к нам на полчаса И посмотреть на представление. Здесь они увидят зрелища самые разнообразные, Кровопролитные сражения, Сцены из великосветской жизни, А также из жизни очень скромных людей, Любовные эпизоды для чувствительных сердец, А также комические в легком жанре. Засим, отвесив глубокий поклон, Кукольник уходит и занавес поднимается. Однажды, ясным июньским утром, К большим чугунным воротам пансиона Для молодых девиц под началом мисс Пинкертон, Расположенного на Чизикской аллее, Подкатила вместительная семейная карета. «Вы закончили все приготовления к отъезду, мисс Сэдли?» Мисс Джемайма спросила мисс Пинкертон. «Надеюсь, вы приготовили счет?» «Ах, вот он!» «Очень хорошо! Девяносто три фунта четыре шиллинга. Будьте добры адресовать его Джону Сэдли, Эсквайеру, И запечатать вот эту записку, Которую я написала его супруге». «После шестилетнего пребывания Мисс Эмилии Сэдли в пансионе Я имею честь и удовольствие Рекомендовать ее родителям В качестве молодой особы Вполне достойно занять подобающее положение В их избранном и изысканном кругу. Все добродетели, Отличающие благородную английскую барышню, Все совершенства, Подобающие ее происхождению и положению, Присущей милой мисс Сэдли. Покидая чизик, Мисс Эмилия увозит с собой Привязанность подруг И искреннее расположение начальницы. Постскриптум. Мисс Сэдли едет в сопровождении Мисс Шарп. Особая просьба. Пребывание Мисс Шарп на Расселсквер Не должно превышать десяти дней. Знатное семейство, С которым она договорилась, Желает располагать ее услугами Как можно скорее. Мисс Сэдли была дочерью Лондонского купца. Человека довольно состоятельного. Тогда как мисс Шарп Училась в пансионе На положение освобожденной От платы ученицы, Обучающей младших. Хотя письмам школьных наставниц Можно доверять не больше, Чем надгробным эпитафиям, Однако иногда бывает, Что питомец вполне достоин похвал, Расточаемых ему Беспристрастным наставником. Мисс Эмилия Сэдли Принадлежала к этой редкой разновидности Молодых девиц. Она не только пела, Словно жаворонок, Она еще прекрасно вышивала, Знала правописание не хуже самого словаря, А главное, обладала таким добрым, Нежным, кротким и великодушным сердцем, Что располагала к себе всех, Кто только к ней приближался. Так как она не героиня, То нет надобности описывать ее. Боюсь, что нос у нее Несколько короче, Чем это желательно, А щеки слишком уж круглые, Румяные для героини. Зато ее лицо Цвело здоровьем, Губы свежестью улыбки, А глаза сверкали искренне, Неподдельной жизнерадостностью. Кроме тех, конечно, случаев, Когда они наполнялись слезами, Что бывало, пожалуй, Слишком часто. Когда наступил день отъезда, Мисс Эдли стала в тупик, Не зная, что ей делать, Смеяться или плакать, Так как она была одинаково склонной К тому и к другому. Она радовалась, что едет домой, И страшно горевала, Что надо расставаться со школой. И вот настал час разлуки. Словами этого не выразить. В прихожей собралась вся прислуга, Всемилые сердцу, Все юные воспитанницы, И только что приехавший Учитель танцев. Поднялась такая кутерьма, Пошли такие объятия, Поцелуи, рыдания, Что никаким пером не описать. И нежному сердцу Лучше пройти мимо этого. Ну, объятием пришел конец, И подруги расстались, То есть рассталась Мисс Эдли со своими подругами. Мисс Шарп, Уже несколькими минутами раньше, Поджав губки, Уселась в карету. Никто не плакал, Расставаясь с нею. Кривоногой лакейс Самбо Захлопнул дверцу За своей рыдавшей молодой госпожой И вскочил на запятки. Карета покатила, Ворота захлопнулись, Колокольчик зазвонил К уроку танцев. Целый мир Открывался перед обеими девушками. Но если для Эмилии Это был совершенно новый, Свежий, блистательный мир, В полном еще не облетевшем цвету, То для Ребекки Шарп Он не был совершенно новым. Отец мисс Шарп Был художник И давал уроки рисования В школе мисс Пинкертон. Человек одаренный, Приятный собеседник, Беспечный служитель мус, Он отличался редкой способностью Влезать в долги И пристрастием к кабачку. С величайшей трудностью Поддерживая свое существование, Он решил поправить Свои обстоятельства, Женить бы на молодой женщине, Француженке по происхождению И балетной танцовщице По профессии. Мать Ребекки Получила кое-какое образование, И дочь ее Отлично говорила по-французски, С парижским выговором. В то время это было большой редкостью, Что и привело к поступлению Ребекки В пансион добродетельной Мисс Пинкертон. Дело в том, что, Когда мать девушки умерла, Отец написал мисс Пинкертон Мужественное и трогательное письмо, Поручая сиротку ее покровительству, И затем был опущен в могилу, После того, как два судебных исполнителя Поругались над его трупом. Ребекке минуло 17 лет, Когда она явилась в Чизик И была принята на особых условиях. В круг ее обязанностей Входило говорить по-французски, А ее права заключались в том, Чтобы, получая даровой стол и квартиру, А также несколько геней в год, Подбирать крохи знаний У преподавателей, Обучающих пансионерок. Ребекка была маленькая, Хрупкая, бледная, С рожеватыми волосами. Ее зеленые глаза были обычно опущены долу, Но, когда она их поднимала, Они казались необычайно большими, Загадочными и манящими. Рядом с другими, Рослыми и цветущими воспитанницами пансиона, Ребекка Шарп казалась ребенком. Но она обладала печальной особенностью бедняков, Преждевременной зрелостью. Скольких несговорчивых кредиторов Приходилось ей уламывать И выпроваживать за отцовские двери. Скольких торговцев она умасливала и улещала, Приводя их в хорошее расположение духа И приобретая тем возможность Лишний раз пообедать. Дома она обычно проводила время с отцом, Который очень гордился своей умненькой дочкой, И прислушалась к беседам его приятелей за булдык, Хотя часто разговоры эти Мало подходили для детских ушей. Строгая чинность пансиона угнетала ее. Те радости и жизненное благо, Которыми наслаждались молодые девицы, Ее окружавшие, Вызывали у Робекки мучительную зависть. Как важничает эта девчонка, Только потому, что она внучка какого-то графа, Говорила она об одной из товарок. Я в тысячу раз умнее и красивее этой особы, А между тем никто здесь меня не замечает. Она решила во что бы то ни стало Вырваться на свободу из этой тюрьмы. Вот почему она воспользовалась теми возможностями Приобрести кое-какие знания, Которые предоставлял ей пансион. В музыке она упражнялась непрестанно. И однажды, когда девицы гуляли, А Робекка оставалась дома, Она сыграла одну пьесу так хорошо, Что мисс Пинкертон, услышав ее игру, Мудро решила сэкономить расходы На учителя для младших классов И заявила мисс Шарф, Что отныне она будет обучать Младших девочек и музыке. Робекка отказалась. Впервые и к полному изумлению Величественной начальнице школы Я обязана разговаривать с детьми по-французски, Объявила она резким тоном, А не учить их музыке И сберегать для вас деньги. Платите мне, и я буду их учить. Начальница вынуждена была уступить И, конечно, с этого дня не взлюбила Робекку. Услыхав, что семейство Сэра Питта Кроули ищет гувернанку, Мисс Пинкертон порекомендовала На эту должность мисс Шарф. И так как мисс Эдли, Которая в ту пору исполнилась 17 лет, Как раз собиралась покинуть школу, И так как она питала дружеские чувства К мисс Шарф, Единственная черта в поведении Эмили, Говорила мисс Пинкертон, Которая не по душе ее начальницы, То мисс Шарф, прежде чем приступить К исполнению своих обязанностей Гувернантки в чужой семье, Получила от подруги приглашение Погостить у нее недельку. Можете быть уверены, Что Эмили показала Ребекке Все до единой комнаты И всякую мелочь в своих комодах, И книги, и фортепианы, и платья, И все свои ожерелья, брошек, Ружева и безделушки. Она уговорила Ребекку Принять от нее в подарок Ожерелье из светлого сердолика И бирюзовые серьги, И чудесная кисейная платьица, Которая стала ей узко, Но зато Ребекке придется Как раз в пору. Кроме того, Эмили решила Попросить у матери позволения Отдать подруге Свою белую кашемировую шаль. Она отлично без нее обойдется, Ведь брат Джозеф Только что привез ей из Индии Две новые. Увидев две великолепные Кашемировые шали, Ребекка сказала вполне искренне, Должно быть страшно приятно Иметь брата. О, как ты, должно быть, Любишь его. Эмили засмеялась. Конечно, люблю, Но только Джозефа, по-видимому, Мало дел до того, Люблю я его или нет. Но тут Эмили запнулась. Зачем отзываться дурно О родном брате? Он был очень ласков со мной, Когда я была ребенком, Прибавила она. Мне было всего пять лет, Когда он уехал. Он, наверное, страшно богат, Спросила Ребекка. Говорят, индийские набобы Ужасно богаты. Кажется, у него Очень большие доходы. А твоя невестка, Конечно, очаровательная женщина. Да что ты! Джозеф не женат, Сказала Эмилия И снова засмеялась. Возможно, она уже упоминала Об этом Ребекке, Но девушка, по-видимому, Пропустила слова подруги мимо ушей. Во всяком случае, Она принялась уверять и клясться, Что ожидала увидеть Целую кучу племянников И племянниц Эмилии. Ей казалось, Что Эмилия говорила ей О женатом брате, А она без ума От маленьких детей. Я думала, Они тебе надоели в чизике, Сказала Эмилия, Несколько изумленная Таким пробуждением нежности В душе подруги. Конечно, Будь мисс Шарп постарше, Она не скомпрометировала бы себя, Высказывая мнения, Неискренность которых Можно было так легко обнаружить. Но следует помнить, Что сейчас ей только 19 лет. Она еще не изощрилась В искусстве обманывать И вынуждена прокладывать себе Жизненный путь Собственными силами. Истинный же смысл Всех вышеприведенных вопросов В переводе на язык Сердце изобретательной молодой девушки Был попросту таков. Если мистер Джозеф Сэдли Богат и холост, То почему бы мне Не выйти за него замуж? Правда, в моем распоряжении Всего лишь 10 дней, Но попытка не пытка. И в глубине души Она решила предпринять Эту похвальную попытку. Очень полный, Одутловатый человек Читал газету у камина, Когда обе девушки вошли. При их появлении Он вскочил с кресла И густо покраснел. Да, это я, Твоя сестра, Джозеф, Сказала Эмилия, Смеясь и пожимая Протянутые ей два пальца. Ты знаешь, Я ведь совсем вернулась домой. А это моя подруга, Мисс Шарп, О которой ты не раз Слышал от меня. Какой интересный мужчина, Шепнул Ребекка Эмилии Довольно громко. Ты так думаешь, Сказала та. Я передам ему. Если мисс Ребекка Шарп В глубине души Решила одержать победу Над тучным щеголем, То я не думаю, Сударыня, Что мы вправе Хоть сколько-нибудь Осуждать ее за это. Что заставляет Молодых особ Выезжать, Как неблагородное Стремление к браку? Что гонит их толпами На всякие воды? Что принуждает Их отплясывать До пяти часов утра В течение долгого сезона? Что заставляет Их делать все это, Как ни надежда Сразить какого-нибудь Подходящего Молодого человека? Что заставляет Почтенных родителей, Скотав ковры, Ставить весь дом Вверх дном И тратить пятую часть Годового дохода На балы С ужинами И замороженным Шампанским? Неужели Бескорыстная Любовь к себе Подобным И искреннее Желание Посмотреть, Как веселиться И танцует Молодежь? Чепуха! Им хочется Выдать замуж Дочерей! И подобно тому, Как простодушная Миссис Сэдли В глубине Своего нежного Сердца Уже вынашивала Десятки маленьких Планов Насчет устройства Эмилии, Так и наша Прелестная Но не имевшая Покровителей Ребекка Решила сделать Все, что было В ее силах, Чтобы добыть Себе мужа, Который был Для нее Еще более Необходим, Чем для ее Подруги. Первый же Шаг Обнаружил Ее Незаурядное Искусство. Назвав Сэдли Интересным Мужчиной, Ребекка Наперед Знала, Что Эмилия Передаст Это матери, А уж та По всей вероятности Сообщит Джозефу Или же Во всяком случае Будет Польщена Комплиментом По адресу Ее сына. Кроме того, Может быть, И сам Джозеф Сэдли Сэдли Слышал Комплимент, Ребекка Говорила Довольно Громко, И он Действительно Его Услышал, И от Этой Похвалы В душе Джозеф Считал Себя Очень Интересным Мужчиной, Его Бросило В жар, И по Всему Его Телу Пробежал Трепет Удовлетворенного Самолюбия. Он Повел Молодую Девушку К столу, Полный Сомнений И Взволнованный, Что я Красив, Размышлял Он, Или же Только Смеется Надо Мной. Джозеф Сэдли Был Тщеславен Как Девушка. Девушкам Остается Только Перевернуть Это Изречение И Сказать Об Одной Себе Подобных. Она Тщеславна Как Мужчина. И Они Будут Совершенно Правы. Бородатое Сословие Столь Же Падка На Листь, Столь Же Щепетильна В Рассуждении Своего Туалета, Столь Же Гордится Своей Наружностью, Столь Же Верит В Могущество Своих Чар, Как И Любая Кокетка. И Какое Это Счастье, Что Женщины Не Столь Ж Усердно Пользуются Своими Чарами, А Иначе Что Было Бы С Нами. Стоит Им Оказать Нам, Мужчинам, Хотя Бо Малейшее Расположение, И Мы Тотчас Падаем Перед Ними На Колени, Даже Старики И Уроды. И Вот Какую Неоспоримую Истину Я Выскажу. Любая Женщина При Благоприятных Условиях Сумеет Женить На Себе, Кого Захочет. Будем Же Благодарны, Что Эти Милочки Не Сознают Своей Собственной Силы, Иначе Нам Не Было Бы Никакого Спасения. У Миш Шарп Установились Довольно Близкие Отношения Со Всем Семейством. С Эмилией Же Они Полюбили Друг Друг Как Сестры. Так Всегда Бывает С Молодыми Девушками, Стоит Им Только Прожить Под Одной Кровлей Дни Десять. Как Будто Задавшись Целью Помогать Ребекке Во Всех Е Планах, Эмилия Напомнила Брат Его Обещание Данное Ей Во Время Последних Пасхальных Каникул Когда Я Еще Училась В Школе Добавила Она Смеясь Обещание Показать Ей Вокс Холл. Как Раз Теперь Заявила Она Когда У Нас Гостит Ребекка Это Будет Очень Кстати. Каждой Девушке Нужен Свой Кавалер Сказал Мистер Селли. Джоз Увлечется Мисс Шарп И Наверняка Потеряет Эмми В Толпе Пошлем В Девяносто Шестой Полк И Пригласим Джорджа Осборна А Вось Он Не Откажется При Этих Словах Уж Не Знаю Почему Миссис Седли Взглянула На Мужа И Засмеялась Глаза Мистера Седли Заискрились Неописуемым Лукавством И Он Взглянул На Дочь Эмилия Опустила Голову И Покраснела Так Как Умеет Краснеть Только Семнадцатилетние Девушки И Как Мисс Ребекка Шарп Никогда Не Краснела За Всю Свою Жизнь Во всяком Случай С тех Пор Как Ее Еще Восьмилетней Девочкой Крестная Застала Буфета За Кражей Варенья И Словно Все Сговорилось Благоприятствовать Милой Ребекке Даже Самые Стихи Не Остались В стороне В тот Вечер Когда Намечалась Поездка В Воксхол Когда Прибыл Джордж Осборн А Старшие Члены Семьи Уехали На Званый Обед Разразилась Такая Гроза Какая Бывает Только В дни Назначенные Для посещения Воксхол И Молодежи Волей-неволей Пришлось Остаться Дома Четверо Молодых Людей Провели Такой Приятный Вечер Что По их Единодушному Утверждению Нужно Было Скорее Радоваться Грозе Заставившие Их Отложить Поездку В Воксхол Сыграйте К нам Что-нибудь Мисс Сэдли Эмилия Попросил Джордж Почувствовавши В эту минуту Необычайное Почти Непреодолимое Желание Схватить В свои Объятия Упомянутую Особу И расцеловать Ее При всех Эмилия Подняла На него Глаза Ну Если бы Я заявил Что Они Влюбились Друг в друга В эту Самую Минуту То Пожалуй Ввел бы Вас В заблуждение Дело в том Что эти Двое Молодых Людей Были С детства Предназначены Друг другу И последние Десять лет Об их Помолвке Говорилось В обоих Семействах Как о деле Решенном Они Отошли К фортепиано Находившемся Как это обычно Бывает В малой Гостиной Мистер Джозеф Сэдли Остался Таким образом С глазу На глаз Такую пору Слушай Рассказ Джоз Не провел Бессонной Ночи В размышлениях Влюблен он В мисс Шарп Или нет Любовная Страсть Никогда Не служила Помехой Ни аппетиту Ни сну Мистера Джозефа Сэдли Несомненно Бедняжка Влюбилась В меня Думал он В сущности Она не беднее Большинства Девушек Уезжающих В Индию Правда Она не Хуже Других И Среди Таких Размышлений Он Заснул Нужно Ли Говорить Что Мисс Шарп Долго Томилась Бессонницей Все Думая Приедет Он Завтра Или Нет Ночь Прошла И Мистер Джозеф Сэдли Самым Исправным Образом Явился В отчий Дом И Когда До Второго Завтрака Подобной Чести Он Еще Не Оказывал Рассел Сквер Я Уверена Милочка Вечером Он Объяснится Сказала Эмилия Сжимая Подруге Руку А Сэдли Посовещавшись С самим Собою Мысленно Произнес Черт Возьми В Оксхолле Я сделаю Ей Предложение Вечером Когда Эмилия Вбежала В гостиную В белом Кисейном Платьице Предназначенном Для побед В Оксхолле Свежая Как роза И распевая Как жаворонок Навстречу Ей Поднялся Очень Высокий Нескладно Скроенный Джентльмен Большерука И большеногой С большими Оттопыренными Ушами На коротко Стриженной Черноволосой Голове И отвесил Девушке Самый Неуклюжий Поклон Какой Когда-либо Отвешивал Смертный Это был Сослуживец Лейтенанта Осборна Капитан Уильям Доббин Вернувшийся По выздоровлению От желтой Лихорадки Из Вест-Индии Куда Служебная Фортуна Занесла Его полк Приехав К Сэдли Он постучался Так робко И тихо Что дамы Бывшие Наверху Ничего Не слышали Иначе Можете Быть уверены Мисс Эмилия Никогда Не осмелилась Бывлететь В комнату Распевая Во всяком Случае Звонко И свежий Ее Голосок Примехонько Проник В капитанское Сердце И свил Себе Там Гнездышко Положение Дел Таково Осборн Влюбленный В Эмилию Пригласил Старого Приятеля Пообедать И потом Прокатиться В Воксхолл Джо Сэдли Влюблен В Ребекку Женится ли Он на ней Вот Главная Тема Занимающая Нас Сейчас Сядем Поэтому В карету Вместе С компанией С Рассел Сквер И поедем В сады Воксхолла Мы едва Найдем Себе Местечко Между Джозом И Мисс Шарп Которые Сидят На переднем Сидении Напротив Жмутся Капитан Доббин И Эмилия А между Ними Втиснулся Мистер Осборн Ну вот Общество Высадилось У королевских Садов Слушай Доббин Будь другом Сказал Джордж Присмотри За шалями И прочим И вот Пока он В паре С мисс Седли Двинулся Вперед А Джоз Вместе С Ребеккой Протискался В калитку Ведущую В сад Честный Доббин Удовольствовался Тем Что предложил Руку Шалям И заплатил За вход Всей Компании Само собой Разумеется Что наши Молодые люди Разбившись На парочки Дали друг Другу Самое Торжественное Обещание Не разлучаться Весь вечер И уже Через 10 минут Разбрелись В разные стороны Так всегда Делают Компании Посещающие Воксхол Ну лишь для того Чтобы потом Сойтись К ужину Когда можно Поболтать О приключениях Пережитых За это время Капитан Доббин Подумывал Было Присоединиться К компании За ужином Он Честно говоря Находил Развлечения Воксхол Не слишком Занимательными Дважды Прошелся Он Мимо беседки Где Обосновались Обе Соединившиеся Теперь пары Но никто Не обратил На него Никакого Внимания Стол Был накрыт На четверых Влюбленные парочки Весело Болтали Между собой И Доббин Понял Что он Так основательно Забыт Как будто Его никогда И не было На свете Джосс Был в ударе И величественно Помыкал Лакеями Он сам Заправил Салат Откупорил Шампанское Разрезал Цыплят И съел И выпил Большую часть Всего Поданного На стол Под конец Он стал Уговаривать Всех Распить Чашу Оракового Пунша Все Кто бывает В Оксхоле Заказывают Ораковый Пунш Ораковый Пунш И положил Начало Всей последующей Истории Молодые Девицы Не притронулись К пуншу Осборну Он не понравился Так что Все содержимое Чаша Выпил Джосс Этот Толстый Гурман А следствием Того Что он Выпил Все содержимое Чаши Явилась Некоторая Живость Сперва Удивившая Всех Но потом Ставшая Скорее Тягостной Джосс Принялся Разглагольствовать И хохотать Так громко Что перед Беседкой Собралась Толпа Зевак К великому Смущению Девиц И великому Негодованию Мистера Осборна Ради бога Джосс Пойдем Отсюда Воскликнул Этот Джентльмен И девицы Поднялись С места Стойте Душечка Моя Любезная Разлюбезная Возупил Джосс Теперь смелый Как лев И обхватил Мисс Ребекку За талию Ребекка Сделала Движение Она не могла Вырвать руку Хохот В саду Усилился Джосс Продолжал Колобродить Пить Любезничать И распивать Дело Грозило Кончиться Серьезной Передрягой Как вдруг По счастью Джентльмен По фамилии Доббин Прогулившийся В одиночестве По саду Показался У беседки Господи Боже Да где же Ты пропадал Доббин Сказал Осборн Выхватывая У него Белую Кашемировую Шаль И закутывая В нее Эмилию Присмотри-ка Тут пожалуйста За Джоссом Пока я Усажу Дам В экипаж Он Сделает Мне Предложение Завтра Думала Ребекка Он Четыре раза Назвал Меня своей Душенькой Он Жал Мне Руку В присутствии Эмилии Он Сделает Мне Предложение Завтра Того же Мнения Была Эмилия О Неопытные Молодые Создания Как Мало Вы Знаете О Действии Оракового Пунша Что Общего Между Вечерними Напитками И Утренними Пытками Следующее Утро Которое По мнению Ребекки Должно Было Явиться Заре Ее Счастье Застало Джоза Седли Стинающим В муках Не Поддающихся Никакому Описанию Джордж Осборн Застал Беднягу Охающим На диване В своей Квартире Добин Был уже Тут И По доброте Души Ухаживал За своим Вчерашним Пациентом Как ты себя чувствуешь Седли Начал молодой человек Производя беглый Осмотр жертвы Все кости целы А там внизу Стоит извозчик С фонарем Под глазом И повязанной Головой И клянет Что притянет Тебя к суду Я думал Что у вас Штатских Не хватает Пороха Но теперь Постараюсь Никогда Не попадаться Тебе на глаза Когда ты Под мухой Джоз Правда Я становлюсь страшным Когда меня Выведут Из терпения Изрех Джоз С дивана Состроив Такую Унылую И смехотворную Гримасу Что даже Учтивый Капитан Не мог Больше Сдерживаться И вместе С Осборном Прыснул Сосмеху Осборн Безжалостно Воспользовался Представившимся Ему Случаем Он Считал Джоза Размазнёй И мысленно Разбирая Со всех сторон Вопрос О предстоящем Браке Между ними Ребеккой Не слишком Радовался Что член семьи С которой он Джордж Осборн Собирался Породниться Допустит Мезальянс Женившись Бог знает На ком На какой-то Гувернанточке Ты потерял Терпение Бедный Старикан Воскликнул Осборн Ты страшен Да ты на ногах Не мог стоять Над тобой Все в саду Потешались Хотя сам Ты заливался Горькими слезами И всё называл Эту Розу Ребекку Или как Её там Подружкой Мили Своей душечкой Любезной Разлюбезной И безжалостный Молодой человек Стал представлять Всю сцену В лицах К ужасу Её первоначального Исполнителя И невзирая На добродушные Просьбы Доббина Помилосердствовать Зачем Мне Его Щадить Ответил Осборн На упрёке Своего друга Когда они Простились С бедным Страдальцем Оставив его На попечении Доктора Семейка Уже И без того Неважная Гувернантка Дело Почтенное Но я бы предпочёл Чтобы моя невестка Была настоящая Летия Я человек Широких взглядов Но у меня есть гордость И я знаю Своё место Пусть и она Знает своё Я собьюсь Спейс С этого Хвастливого Набоба И помешаю ему Сделаться Ещё большим Дураком Чем он Есть На самом Дели Дели На следующий день Когда обе девушки Уезжаю Вечероких Поломавшись Из самых уважаемых Фамилий На букву К В придворном Календаре Значилась Фамилия Кроули Сэр Питт Баронет Проживающий В Лондоне На Грейт Гонт Стрит И в своём Поместье Королевской Кроули Хэмпшир Сэр Питт Кроули Был философ С пристрастием К тому Что называется Низменными Сторонами Жизни Он был женат Первым браком На Гризели Шестой дочери Лорда Бинки Она подарила ему Двух сыновей Питта И Родана Кроули При жизни Леди Кроули Он частенько Говорил ей Что хватит С него Одной Такой Анафемски Сварливой Клячи Хороших Кровей И что Разрази его Бог Если он После её Смерти Возьмёт Ещё раз Жену Такого Сорта После кончины Милети Он сдержал Обещание И выбрал Себе Второй Женой Мисс Розу Доссон Дочь Торговца Железным Искобяным Товаром К её Двум Дочерям И была Теперь Приглашена Мисс Ребекка Шарп На должность Гувернантки Ещё Следует Что Нашей Молодой Особе Предстояло Войти В семейство Обладавшее Весьма Аристократическими Связями И вращаться В гораздо более Изысканном Кругу Чем скромное Общество На Расселсквер Которое Она только что Покинула Если бы Скаридность Вела К богатству Сэр Пит Кроули Наверное Был бы Крэзом С другой Стороны Окажись он Каким-нибудь Стряпчем В провинциальном Городке Где единственным Принадлежащим Ему капиталом Была бы Его голова Он Возможно С её помощью Добился бы Весьма Значительного Положения И влияния Но На свою Беду Он был Наделён Громким Именем И большим И даже Незаложенным Ещё Поместьем И оба Эти обстоятельства Скорее Вредили ему Чем помогали Он питал К сутяжничеству Страсть Которая Обходилась ему Во много тысяч Ежегодно И будучи По его словам Слишком умён Чтобы дать себя Грабить Одному агенту Предоставил Запутывать Свои дела Целой дюжине И никому Из них Не верил Он был Таким Прижимистым Землевладельцем Что только В конец Разорившиеся Горемыки Решались Арендовать У него землю И таким Расчётливым Сельским Хозяином Что буквально Трясся Над каждым Зерном Для посева Он участвовал Во всевозможных Спекуляциях Разрабатывал Копи Покупал Акции Обществ Для постройки Каналов Поставлял Лошади Для почтовых Карет Брал Казённые Подряды Всем было известно Что он Из Шиллинга Не даст На доброе дело Но у него был весёлый Лукавый Насмешливый Нрав И он мог Пошутить С арендатором Или распить с ним Бутылку вина А наутро Писать его имущество И продать С молотка Мог балагурить С браконьером Которого он С таким же Неизменным Добродушием На следующий день Отправлял На каторгу Словом Среди всех Баронетов Перов И других Членов Палаты Общины Англии Вряд ли Нашёлся бы Другой Такой Хитрый Низкий Себелюбивый Вздорный И малопорядочный Старик Ярмарка Тщеславия Ярмарка Тщеславия Вот перед нами Человек Едва Грамотный И нисколько Неинтересующийся Чтением Человек С привычками И хитрецой Деревенщины Чья жизненная Цель Заключается В мелком Крючкотворстве Человек Никогда не знавший Никаких желаний Волнений Или радости Кроме грязных И пошлых И тем не менее У него завидный Сан Он пользуется Почестями И властью Он важное Лицо В своей стране Опора Государства Великие министры И государственные Мужи Ухаживают За ним И на ярмарке Тщеславия Он занимает Более высокое Положение Чем люди Самого Блестящего Ума Или Незапятнанные Добродетели У сэра Питта Была Незамужняя Сводная Сестра Унаследовавшей От матери Крупное Состояние Мисс Кроули Была Предметом Великого Почитания Когда приезжала В Королевской Кроули Потому что На ее счете У банкиров Значилась Такая Сумма Которая Делала Старушку Желанной Гости Где Угодно Это Была На редкость Гостеприимная И веселая Старая Весталка В свое время По ее словам Она была Красавицей Все старухи Когда-то Были Красавицами Мы это Отлично Знаем Ее считали Страшной Радикалкой Она Побывала Во Франции И с той поры Навсегда Полюбила Французские Романы Французскую Кухню И французский Вина Она читала Вольтера И знала Наизусть Руссо Высказывалась Вольно О разводе И весьма Энергически О женских Правах Сия достойная Леди Привязалась К родному Кроули Когда тот Был еще Мальчиком Послала Его В Кембридж А когда Начальствующие Лица Предложили Молодому Человеку Покинуть Университет После двухлетнего В нем Пребывания Купила Купила Племяннику Офицерский Патент В Лейбгвардии Зеленом Полку Молодой Офицер Слыл в городе Первейшим И знаменитейшим Шалопаем И Денди Бокс Крысиная Травля Игра В мяч И изда Четверней Были тогда В моде У нашей Английской Аристократии И он С увлечением Занимался Всеми Этими Благородными Искусствами И хотя Родан Кроули Служил В гвардии Еще не имевший Случа Проявить Свою доблесть В чужих Краях Поскольку Ее обязанностью Было Охранять Особу Принца Регента Он имел Уже На своем Счету Три Кровопролитные Дуэли Поводом К которым Была Карточная Игра Любимая Им До страсти От Мисс Ребекки Шарп К Мисс Эмили Седли Я не писала Моей милой Эмили Уже много Недель Ибо Что новым Могла бы Я сообщить Тебе О тех Разговорах И происшествиях Которые Имеют Место В замке Скуки Как я Окрестила Его Какое тебе Дело До того Хорошо Или плохо Уродился Турнепс Сколько Весил Откормленный Боров И идет Ли Впрок Скоту Откармливание Свекловицей Со Времени Моего Последнего Письма К тебе Все дни У нас Проходили Как один Но С некоторых Пор Это уже Не замок Скуки Дорогая Моя Сюда Приехала Мисс Кроули На Раскормленных Лошадях С жирными Слугами С жирной Балонкой Великая Богачка Мисс Кроули Семью Десятью Тысячами Фунтов В Пятипроцентных Бумагах С приездом Мисс Кроули Наши Душеспасительные Книжки Откладываются А мистер Питт Которого Мисс Кроули Не выносит Находит для себя Более удобным Отправляться В город Зато здесь Появился Молодой Дэнди Шалопай Так Кажется Они называются Капитан Родан Кроули Так вот Это Молодой Дэнди Очень Крупных Размеров Он Шести футов Ростом Говорит Басом Не стесняется В выражениях И помыкает Прислугой Которая Тем не менее Его обожает Среди местных Дам Он пользуется Ужаснейшей Репутацией Он Привозит С собой Своих Охотничьих Лошадей Водит Компанию С окрестными Помещиками Приглашает К обеду Кого вздумает А сэр Пит И пикнуть Не смеет Из боязни Обидеть Мисс Кроули И лишиться Наследства Когда она Умрет Сказать тебе Каким вниманием Удостоил меня Капитан Как-то вечером У нас Вздумали Потанцевать Так вот Я услышала Как капитан Сказал Черт возьми Примилая Девчурка Имея в виду Вашу Покорнейшую Слугу И тут же Оказал мне честь Протанцевать Со мной В контрдансе Хотела бы я Чтобы ты видела Физиономию Девиц Блекбрук Дочерей Адмирала Блекбрука Красивых Молодых Особ В платьях Выписанных Из Лондона Когда Капитан Родан Избрал Меня Бедняжку Своей Дамой Прощай Прощай Любящая Тебя Ребекка Прошло Не так Много Времени С водворением Мисс Кроули В замке А чары Ребекки Уже пленили Сердце Благодушной Лондонской Жуирки Милочка Вы настоящая Находка Повторяла Мисс Кроули У вас Больше Мозгов Половина Графства И если бы Заслуги Вознаграждались По достоинству Вам следовало бы Быть герцогиней Впрочем Нет Вовсе Не должно быть Никаких Герцогиней Но вам Не пристало Занимать Подчиненное Положение И я считаю Вас Дорогая моя Равной Себе Во всех Отношениях И Подбросите Пожалуйста Угля В огонь Милочка А потом Не возьмете Ли вы Вот это Мое Платье Его нужно Немножко Переделать Ведь вы Такая Мастерица Я обожаю Безрассудные Браки Говорила Мисс Кроули Больше всего Мне нравится Когда знатный Человек Женится На дочери Какого-нибудь Мельника А еще Мне нравится Когда какой-нибудь Бедняк Убегает С богатой Девушкой Я мечтаю Чтобы Робин Похитил Какую-нибудь Девушку Какую Девушку Богатую Или бедную Ах Вы Дурочка У Робина Нет ни гроша Кроме тех денег Что я даю ему По уши В долгах Ему нужно Поправить Свои дела И добиться Успеха В свете А Что Он Очень умен Спросила Ребекка Умен Да что Вы душечка У него в голове И мыслей Никаких не бывает Кроме как О лошадях О своем полку О охоте Да игре Но он должен Иметь успех Он так Восхитительно Испорчен Когда мисс Ребекка Шарп Посылала Своей возлюбленной Подруге Отчет о маленьком Бале В королевском Кроуле И о том Как капитан Кроули Впервые Выделил Ее из ряда Других Она Как-то Не странно Дала Не совсем Точный Отчет Об этом Случае Капитан Отличал Ее И раньше Бесчисленное Количество Раз Капитан Раз Десять Встречался С нею В аллеях Парка Капитан Сталкивался С нею В полсотни Разных Коридоров И галерей Капитан По двадцати Раз В вечер Наваливался На фортепиано Ребекки Когда Та пела Капитан И голубых Глазках Спрашивают Наши Милые Моралистки И мудро Намекают Что природные Дарования Совершенство Ума Дамские Познания В области Ботаники И геологии Искусство Стихоплетства И тому подобное Являются Являются Для особо Женского Пола Куда Более Ценными Качествами Чем Те Мимолетные Прелести Которые Через Короткий Срок Неминуемо Поблекнут Слушать Рассуждения Женщин О Ничтожестве И непрочности Красоты Вещь Крайне Назидательная Но Хотя Добродетель Несравненно Выше И Злополучным Созданием Которые На свою Беду Наделены Красотою Нужно Всегда Помнить Об Ожидающей Их Судьбе И Хотя Весьма Вероятно Что Героический Женский Характер Которым Так Восхищаются Женщины Объект Более Славный И Достойный Чем Милая Свежая Улыбающаяся Безыскусственная Нежная Маленькая Домашняя Богиня Которая Готова Поклоняться Мужчины Однако Женщины Принадлежащие К этому Последнему И Низшему Разряду Должны Утяжаться Тем Что Мужчины Все-таки Восхищаются Ими И Что Несмотря На все Предостережения Протеста Наших Добрых Приятельниц Мы Продолжаем Упорствовать В своем Заблуждении И Безумии И Будем Коснить В них До Конца Наших Дней Поэтому Я склоняюсь К мысли Что При зрении Своих Сестер Женщина Должна Расценивать Как Большой Молодые особы, составляющие общество Эмилии Не скупились на такие изъявления дружбы Например Едва ли существовал другой вопрос В котором девицы Осборн Сестры Джорджи И девицы Добин Выказывали бы такое единодушие Как в оценке весьма ничтожных Достоинств Эмилии Выражая при этом изумление По поводу того Что могут находить в ней их братья Как же так? Возможно ли Чтобы Эмилия У которой было в школе Столько подруг И которую так любили там Вступив в свет Встретила лишь Пренебрежение Со стороны своего же Разборчивого пола Милостивые Государи В заведении Мисс Пинкертон Не было ни одного Мужчины Кроме Престарелого Учителя танцев Не могли же девицы В самом деле Ссориться Из-за него Но Когда Джордж Их красавец Брат Стал убегать Сейчас же После утреннего завтрака И не обедал дома Раз шесть В неделю То нет ничего удивительного Что заброшенные Сестры Сочли себя В праве На него дуться Обе эти молодые Особы Столь упорно И столь часто Внушали Джорджу Осборну Как велика Приносимая Им жертва И какое-то Сумасбродное Великодушие С его стороны С не зайти До Эмилии Что я признаться Боюсь Не возомнил ли Джордж Бутоны В самом деле Один из Замечательнейших Людей Во всей Британской Армии И не позволял ли Поэтому Любить себя Из беззаботной Покорности Судьбе Впрочем Хоть он и уходил Куда-то Каждое утро О чем мы уже Упоминали И обедал дома Только по воскресеньям Причем его Сестры думали Что влюбленный Юноша Сидит Пришитый К юбки Мисс Эдли На самом деле Он не всегда Бывал у Эмилии Когда по мнению Окружающих Должен был Проводить время У ее ног Джордж был Веселый Малый Он любил Общество И отличался Во всех играх Требующих Ловкости В те дни Война Бушевала По всей Европе И судьбы Империи Ставились На карту Между тем Жизнь На Расселсквер Протекала Так Как если бы В Европе Ничего решительно Не изменилось Союзники Вторглись Во Францию Но обеденный Колокол Звонил По-прежнему В пять часов Как будто Ничего не случилось Не думаю Чтобы бедняжка Эмилия Хоть сколько-нибудь Тревожилась За исход боев Или чтобы она Серьезно Интересовалась Войной До отречения Императора Но тут Она захлопала В ладоши И от полноты Души Бросилась на шею Джорджу Осборну К удивлению Всех свидетелей Такого бурного Проявления чувств Свершилось Свершилось Мир объявлен Европа Собирается Отдыхать Корсиканец Незложен И полку Лейтенанта Осборна Не придется Выступать В поход Вот Ход рассуждений Мисс Эмилии Судьба Европы Олицетворялась Для нее В Джорже Осборне Он был Ее Европой Ее императором Ее союзными Монархами И августейшим Принцем Регентом Такова уж природа Некоторых женщин Одни из них Созданы Для интриг Другие Для любви И я желаю Каждому Почтенному Холостяку Выбрать себе Жену Того сорта Какой ему Больше По душе Около Того же Времени К чрезвычайно Уютному И благоустроенному Дому на Парк Лейн Подъехала Дорожная Коляска Когда экипаж Остановился Из кареты Был извлечен Объемистый Сверток Шалей Для чего Оказалось Необходимой Помощь Нескольких Слуг И молодой Леди Сопровождавшей Эту Груду Одежды Сверток Содержал В себе Мисс Кроули Которая Была немедленно Доставлена Наверх И уложена В постель В спальне Надлежащим Образом Протопленной Для приема Болящей Причины Обильный Такие томительные Две недели Какие только Могут Выпасть На долю Смертного Но когда Бо Мисс Шарп Не выходила Из комнаты Болящей Она всегда Улыбалась Всегда Была свежа И опрятна И так же Мила В своем Халатике И чипце Как в Самом Прелестном Вечернем Туалете Так думал Капитан Он бешено До безумия Влюбился В Робекку Зубчатая Стрела Любви Пробила Его Толстую Кожу Шесть Недель Тесной Близости И вынужденных Встреч Обрекли Его На заклание Если бы Баронет Из королевского Кроули Не боялся Упустить Сестре На наследство Он никогда Бы не позволил Чтобы его Милые девочки Лишались Тех благ Образования Которыми Их наделяла Бесценная Воспитательница Старый дом Казался Без нее Опустевшим Столь полезный И приятный Сумела Сделать Себя Ребекка Чуть ли Не каждый День Приносил Освобожденное От почтовых Сборов Письмо Баронет Кребекке С настоятельными Просьбами Вернуться Или же С обращенными К мисс Кроули Убедительными Представлениями Насчет Печального Положения Дел С образованием Его дочерей Но мисс Кроули Не удоставила Вниманием Эти дипломатические Ноты Компаньонка Мисс Кроули Мисс Брикс Не получила Формальной Отставки Но ее положение В качестве Компаньонки Превратилось В пустую Видимость И насмешку С другой стороны Хотя Старая Леди Слышать Не хотела Об отъезде Ребекке Однако Таня Не занимала Никакой Определенной Должности На Парк Лейн Подобно Многим Состоятельным Людям Мисс Кроули Привыкла Пользоваться Услугами Низших До тех пор Пока это Было ей Нужно И немало Не задумываясь Отпускала Их от себя Едва Эта надобность Проходила Некоторым Богатым Людям Органически Несвойственна Благодарность Да и трудно Ждать ее От них Они принимают Услуги Людей Неимущих Как нечто Должное Но и у вас Бедные Паразиты И смиренные Блюдолизы Мало Оснований Жаловаться В ваших Дружеских Чувствах К богачу Столько Же Искренности Как и в его Ответном К вам Расположении И я не уверен Что несмотря На всю Простоту Живость Кротость И неутомимую Веселость Ребекке Хитрая Лондонская Старуха На которой Расточались Все эти Сокровища Дружбы Не относилась С первых же дней С затаенной Подозрительностью К своей нежной Сиделке И приятельнице Должно быть В голове У мисс Кроули Не раз Мелькала мысль Что никто Ничего Не делает Даром Быть может Задумывалась Она и над тем Что таков Обычный Удел Людей Не иметь Ни одного Истинного Друга Если сам Никого Аптекаря Или не устроит Ли ее счастье Отложить прием Назначенный На третье Сказала Мисс Кроули И прибавила Помолчав Надеюсь У моего братца Достанет Приличие Не жениться Еще раз На следующее Утро Ребекка Выглянув В окно Напугала Мисс Кроули Мирно занятую Чтением Французского Романа Тревожным Восклицанием Сударыня Сэр Пит Приехал Она очень больна И не может Принять вас Сэр Заявила Ребекка Сбежав вниз К сэру Питу Который уже Собирался Подняться Тем лучше Ответил Сэр Пит Мне нужно Видеть вас Мисс Бекки Я хочу Чтобы вы Вернулись В королевской Кроули Мисс Сказал Баронет Устремив Взор на Ребекку И снимая Черные перчатки И шляпу Повязанную Широкой Креповой Лентой Возвращайтесь И будьте Моей женой Вы заслуживаете Этого по своему Уму К черту Происхождения Вы такая же Достойная Леди Как и все Другие Кого я знаю В вашем Мизинчике Больше мозгов Чем у жены Любого нашего Баронета Во всем Графстве Хотите ехать Да или нет О Сэр Питт Воскликнула Ребекка Взволнованная До глубины Души Скажите Да Бекки Продолжал Сэр Питт Я старик Но еще Крепок Меня хватит Еще лет На двадцать Вы будете Счастливы За мной Увидите Можете Делать Что вашей Душе Угодно Тратьте Денег Сколько Хотите И во всем Решительно Поступайте По своему Я выделю На ваше Имя Капитал Я все устрою Ну вот Глядите И старик Упал на колени Уставившись На нее Как сатир Ребекка Отшатнулась Являя своим Видом Картину Изумления И ужаса На протяжении Нашего романа Мы еще Ни разу Не видели Чтобы она Теряла Присутствие Духа Но теперь Это произошло И она Заплакала Самыми Неподдельными Слезами Какие Когда-либо Лились Из ее глаз О, сэр Питт Промолвила она О, сэр Я Я уже Замужем С этими словами Ребекка С трагическим Видом В свою очередь Упала на колени И схватив Корявую Черную Лапу Сэра Питта Взглянула Ему в лицо С выражением Трогательной Мольбы И доверия Как вдруг Как вдруг Дверь распахнулась И в комнату Ворвалась Мисс Кроули Мисс Брикс Чисто случайно Оказавшись у дверей Вскоре после того Как баронет с Ребеккой Вошли в столовую Увидела Так же чисто случайно Приникнув К замочной скважине Старого джентльмена Распростертого Перед гувернанткой И услышала Великодушное Предложение Сделанное ей И если вы Подсчитаете Сколько времени Занял Вышеозначенный Диалог И сколько времени Понадобилось Брикс Чтобы долететь До гостиной А мисс Кроули Чтобы спуститься Вниз по лестнице То увидите Что наша история Излагается совершенно точно И что мисс Кроули Должна была Появиться Именно в ту минуту Когда Ребекка Приняла Свою смиренную позу На полу Дамма А не джентльмен Произнесла Мисс Кроули С величайшим презрением Во взоре и голосе Мне передали Что вы стояли На коленях Сэр Пит Ну станьте же Еще раз И дайте мне Посмотреть На такую Чудесную парочку Я Благодарила Сэра Пита Кроули Сударни Сказала Ребекка Вставая И говорила ему Что Что я никогда Не стану Леди Кроули Выйдите вы За меня замуж Или нет Но только вы Хорошая девочка Бекки И я ваш друг Запомните это Заключил Сэр Пит И надев Свою траурную Шляпу Вышел из комнаты К великому Облегчению Ребекки Вздор Моя милая Вы никогда Бы ему не отказали Не будь тут Замешан кто-то другой Заявила Мисс Кроули Сразу приступая К делу Тут кто-то Замешан Кто же Тронул Ваше сердце Сейчас Я Не в силах Говорить Прорыдала Ребекка Я слишком Несчастна Но только Любите меня Всегда Обещайте Что будете Всегда Меня любить И среди Взаимных Слез Ибо Волнение Младшей Женщины Передалось Старшей Мисс Кроули Торжественно Отдала Такое Обещание И покинула Свою маленькую Протеже Благословляя Ее И восхищаясь Ею Как чудным Бесхитростным Мягкосердечным Нежным Непостижимым Созданием И вот Ребекка Осталась Одна Чтобы подумать О внезапных И удивительных Событиях Дня О том Что произошло И что могло Произойти Прежде всего Она дала Волю Искренним И горьким Сожалением О том Что счастье Наконец-то Постучалось К ней В дверь А она была Вынуждена От него Отказаться Кто мог Думать Что леди Кроули Так скоро Умрет Она Принадлежала К числу Тех Болезненных Женщин Которые Могут Протянуть И добрый Десяток Лет Размышляла Про себя Ребекка А я Могла бы Стать Миледи Могла бы Вертеть Этим Стариком Как мне Заблагорассудец Я Велела бы Заново Обставить И отделать Городской Дом У меня Был бы Самый Красивый Экипаж Во всем Лондоне И Ложа В опере И Меня Представили Ко двору В ближайшем Жизсезоне Все Это Могло Бы Осуществиться А Теперь Теперь Все Было Полно Сомнений И Неизвестности Прежде Всего Она Замужем Это Очень Важное Обстоятельство Сэру Питту Оно Известно Ну а Как Отнесется К такому Известию Мисс Кроули Вот В чем Вопрос Некоторые Опасения На этот Счет У Ребекки Были Но Она Помнила Все То Что Мисс Кроули Говорила По этому Поводу Открытое Презрение Старой Леди К вопрос О происхождении Ее Смелые Либеральные Взгляды Ее Романтические Наклонности Ее Страстную Привязанность К Племяннику И неоднократно Выраженные Добрые Чувства К самой Ребекки Когда Все Выяснится Произойдет Сцена Будет Истерика Страшная Ссора А потом Наступит Великое Примирение Во всяком Случае Что пользы Откладывать Ребекка Решила И по нашему Мнению Весьма Благоразумно Бежать Капитан Родон Кроули Был Вне Себя От Счастья Он Склонял Ее К этому Уже Несколько Недель Как Они Поженились Это Никого Не Касается Что Могло Помешать Совершеноветнему Капитану И девице Достигшей Брачного Возраста Обвенчаться В любой Лондонской Церкви Я Говорил Уже Что Если Женщина Чего Нибудь Захочет То Непременно Поставит Вдруг старуха Не угуманится Говорил Родон Своей Маленькой Жене Когда Они Сидели Вдвоем В уютной Квартирке Ребекка Все утро Пробовала Новое Фортепиано Новые Перчатки Пришлись Ей Удивительно Впору Новые Шали Замечательно Были К лицу Новые Кольца Блестили На ее Маленьких Ручках И Новые Часы Тикли У ее Талии А Вдруг Она Не утихомирится А Бекки Тогда Я Сама Устрою Твою Судьбу Ответила Она Прошел Целый Месяц Старуха Тетка Не слишком Торопилась Угомониться Она Продолжала Отказывать Родона В приеме И его Письма Возвращались Нераспечатанными Если Б он Не был Так Непроходимо Глуп Думала Ребекка Я Могла Бы Что Нибудь Из Него Сделать Но Она Никогда Не давала Ему Заметить Какое Составило Себе О нем Мнение По Прежнему С Неиссякаемым Терпением Слушала Его Рассказы О Конюшне И Офицерском Собрании И Смеялась Его Шуткам Когда Родон Возвращался Домой Она Была Оживлена И Счастлива Когда Он Собирался Куда Нибудь Она Сама Торопила Его Если Жон Оставался Дома Она Играла Ему И Пела Приготовляла Для него Вкусные Напитки Заботилась О Его Обиде Грела Ему Туфли И Баловала Как Могла Лучшие Женщин Лицемерки Я Это Слышал От Своей Бабушки Мы Не Знаем Как Много Они От Нас Скрывают Как Они Бдительны Когда Кажутся Нам Простодушными И Доверчивыми Я Говорю Вовсе Не О Записных Кокетках Но О Наших Примерных Матронах Этих Образцах Женской Добродетели Добрая Жена И Хозяйка По Необходимости Лгунья Эти Трогательные Заботы Превратили Закоренелого По весу Родана Кроули В Счастливого И Покорного Супруга Его Давно Не Видели Ни В Одном Из Злачных Мест Которых Он Был Завсегдатаем Приятели Справлялись О нем Раза Два В Его Клубах Но Не Особенно Ощущали Его Отсутствие В Балаганах Ярмарках И Тщеславии Люди Редко Ощущают Отсутствие Того Или Другого Из Своей Среды Сторонящееся Общество Всегда Улыбающаяся И Приветливая Жена Удобная Квартирка Во всем этом Было очарование Новизны И Тайны Их брак Еще не стал Достоянием Молвы Кредиторы Родана Слетелись Бы к ним Толпой Если бы Узнали О его Женитьбе На Беспреданнице Родан С комфортом Жил В кредит У него Был Огромный Капитал Состоявший Из долгов А если Тратить Его С толком Такого Капитала Может Хватить Человеку На много Много Лет Наш Рассказ Неожиданно Попадает В круг Прославленных Лиц Событий И Соприкасается С историей Наполеон Высадился В Каннах Это Известие Могло Вызвать Панику В Вене Спутать Карты России Загнать Пруссию В угол Заставить Толераны Меттерника Переглянуться Но каким Образом Эта новость Могла Смутить Покой Молодой Особа На Рассел Сквер Да Наполеон Делает Свою Последнюю Ставку И счастье Бедной Маленькой Эмми Сэдли Каким-то Образом Вовлечено В общую Игру У Эмми Были Дурные Предчувствия И опасения В которых Она не смела Признаться Даже себе Самой Хотя Втайне Терзалась Ими Ее сердце Упорствовало В убеждении Что Джордж Осборн Достоин Ее И верен Ей Хотя Она чувствовала Что это Не так Сколько раз Она обращалась К нему Не встречая Никакого Отклика Сколько У нее У нее Было Случа Заподозрить Его В эгоизме Равнодушии Но Она Опрямо Закрывала На это Глаза Кому Могла Рассказать Бедная Маленькая Мученица О своей Ежедневной Борьбе И пытке Много Ли Найдется Людей Которым Вы Читатель Могли Бы Все Рассказать Сам Герой Эмми Слушал Ее Только В полухах Она Не решалась Признаться Что Человек Которого Она Любит Ниже Ее Или Подумать Что Она Поторопилась Отдать Ему Своё Сердце Чистая Стыдливая Эмилия Была Слишком Скромна Слишком Мягка Слишком Правдива Слишком Слаба Слишком Женщина Чтобы Раз Отдав Своё Сердце Взять Его Обратно В таком Одиночестве И в таких Мучениях Прибывало Это нежное Сердечко Когда В марте В лето От Рождества Христова 1815 Наполеон Высадился В Каннах Людовик XVIII Бежал Вся Европа Пришла В смятение Государственные Бумаги Упали И Старый Джон Сэдли Разорился Мы Мы Последуем За достойным Маклером Через все Те пытки И испытания Через Которые Проходит Всякий Разоряющийся Делец До Наступления Своей Коммерческой Смерти Стоит ли Вдаваться В подробности Если Успех Наблюдается Редко И достигается Медленно То Каждому Известно Как быстро И легко Происходит Разорение В пререканиях Сэдли С его кредиторами Самым Незговорчивым Самым Упрямым Противником Оказался Джон Осборн Его Старый Друг И сосед Джон Осборн Которому Он Помог Выйти В люди Который Был ему Кругом Обязан И Сын Которого Должен Был Жениться На его Дочери Любого Из этих Обстоятельств Было бы Достаточно Чтобы Объяснить Жестокосердие Осборна Джон Осборн Тотчас же Запретил Джорджу Всякое Знакомство С Эмилией Угрожая Сыну Проклятием Если Тот Нарушит Приказ И Всячески Чернил Невинную Девушку Понося Ее Как Низкую И Лукавую Интриганку Когда Окончательный Крах Наступил Когда Было Возвещено О банкротстве Был Покинут Рассел Сквер И Заявлено Что Между Эмилией Джорджем Все Кончено Эмилия Приняла Это Известие Очень Спокойно И Только Сильно Побледнела Это Было Простое Чтение Приговора Вынесенного За Преступление В котором Эмилия Была Повинна С давних Пор Преступление Заключавшееся В том Что Она Полюбила Неудачно Слишком Горячо Вопреки Рассудку Поэтому Будьте Осторожны Молодые Девицы Будьте Осмотрительны Когда Связываете Себя Обещанием Бойтесь Любить Чистосердечно Никогда Не высказывайте Всего Что Чувствуете Или Еще Этого Лучше Старайтесь Поменьше Чувствовать Помните О последствиях К которым Приводят Неуместная Честность И Примота И Не доверяйте Ни себе Самим Никому Другому Во всяком Случае Никогда Не обнаруживайте Чувств Которые Могут Поставить Вас В тягостное Положение И Не Давайте Никаких Обещаний Которые Вы В нужную Минуту Не могли Бы Взять Обратно Вот Способ Преуспевать Пользоваться Уважением И Блистать Добродетелями На Ярмарке Чечеславия Таким Образом На сцене Появляется Французский Император И Принимает Участие В представлении Домашней Комедии Ярмарки Чечеславия Которую Мы Сейчас Разыгрываем И Которая Никогда Не Была Бы Исполнена Без Вмешательства Этого Августейшего Статиста Это Он Погубил Бурбонов И Мистера Джона Селли Это Его Прибытие В столицу Призвало Всю Францию На Его Защиту И Всю Европу На То Чтобы Выгнать Его Вон Четыре Могущественные Европейские Рати Двинулись На Наполеона И Одной Из них Была Британская Армия В состав Которой Входили Два Наших Героя Капитан Доббин И Капитан Осборн Несколько дней Спустя Доббин Зашел К Осборну В казарму Молодой Капитан Сидел Опустив Голову На стол С разбросанными На нем Бумагами Явно В состоянии Полнейшего Уныния Она Она Вернула Мне Вещицы Которые Я ей Дарил Какие-то Проклятые Безделушки Вот Посмотри Джордж Снова Переживал Всю историю Их Жизни Он Вновь Видел Перед собой Эмилию От раннего Ее детства До последних Дней И Джордж Краснел От раскаяния И стыда Ибо Воспоминания О собственном Эгоизме И холодности Были Особенно Мучительны Рядом С этой Совершенной Чистотой На время И слава И война Все было Позабыто И оба друга Говорили Только Об Эмилии Не стану Вдаваться В мельчайшие Подробности Встречи Между Джорджем И Эмилией Когда наш Бравый капитан Был приведен Обратно К стопам Не лучше ли сказать В объятия Своей юной Возлюбленной Стараниями Честного Уильяма Своего друга Сам Не зная Как Капитан Уильям Добин Оказался Главным Зачинщиком Устроителем И распорядителем Свадьбы Джорджа Осборна И Эмилии Если бы не он Брак его друга Не состоялся бы Капитан Не мог Не признаться В этом Самому себе И горько Улыбался При мысли Что именно Ему На долю Выпали Заботы Об этом Брачном Союзе Наши Юные Новобрачные Выбрали Брайтон Местом Своего Пребывания На первые Несколько Дней После Свадьбы Сняв комнаты В корабельной Гостинице Они наслаждались Полным комфортом И покоем Пока к ним Не присоединился Джосс Но он был Не единственным Кого они Здесь встретили Возвращаясь Как-то Днем К себе В гостиницу После прогулки По берегу Моря Они Нежданно Негаданно Столкнулись С Ребеккой И ее Супругом Все Тотчас Узнали Друг 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 Ребекка Кинулась В объятия Своей Драгоценнейшей Подруги Кровли И Осборн Обменялись Довольно Сердечным Рукважатием У обеих Молодых Парочек Нашлось Много О чем Поговорить Друг С другом Был Дан Подробный Отчет Об Обеих Свадьбах Жизненные Планы Обсуждались С величайшей Откровенностью И взаимным Интересом Новобрачного И Молодой Осборн Порядком Трепетал В ожидании Результатов Этого Сообщения Мисс Кроули На которую Возлагал Надежды Родден Все еще Выдерживала Характер Молодые Супруги Постоянно Посещали Друг Друг В гостинице После Двух Или Трех Встреч Джентльмены Сыграли Как-то Вечером В пикет Пока Их Жены Сидели В сторонке Занимаясь Болтовнёй А также Приезд Джоза Седли Который Появился В Брайтоне В своей Большой Открытой Коляске И не замедлил Сыграть С капитаном Кроули Нескоп Партий На бильярде В известной Степени Пополнили Кошелек Роддена И обеспечили Ему Некоторый Запас Наличных Денег Без коих Даже Величайшие Умы Иной раз Обрекаются На бездействие Пока Наш друг Джордж И его Молодая С первыми Безоблачными Днями Своего Медового Месяца В Брайтоне Честный Уильям Доббин Оставался В Лондоне В качестве Полномочного Представителя Джорджа Чтобы довершить Деловую Сторну Их Брака В большом Полированном Бюро Красного Дерева У мистера Джона Осборна Был ящик Отведенный Для дел И бумаг Его сына Здесь Хранились Все документы Касавшиеся Джорджа С тех самых пор Как он был Ребенком Несчастный Отец Провел Много Часов Перебирая Эти реликвии И раздумывая Над ними Его самые Несчастный И даже И даже отцовской Нежности Познал 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 Этот Суетный Старик Перебрав Бумаги И посидев В задумчивости То над одной То над другой Погруженный В горчайшие Всех Беспомощных Печали Ту С какой Несчастный Вспоминает О счастливых Минувших Временах Отец Джорджа Вынул Всю кипу Документов Из ящика Где он Держал ее Так долго И запер В шкатулку Перевязав И запечатав Свои печать Затем Вынул Из другого Ящика Где хранились Его личные Бумаги Какой-то Документ И Перечтя Его Скомкал Зажег От одной Свечи И не спускал С него Глаз Пока тот Не сгорел Дотла На каминной Решетке В то Самое Утро Когда мистер Осборн Изменил свое Духовное Завещание Генерал Пригласил Доббина К себе Позавтракать И за завтраком Сообщил Своему Любимцу Дня за два До опубликования О том Чего все Ожидали О приказе Выступать В Бельгию Доббин Был уполномочен Генералом Передать Полученные сообщения Всем офицерам Полка Каких он Мог увидеть Хорошо же Ты уладил Это дело Сказал Джордж Свирепо Глядя На Уильяма Доббина Вот Посмотри-ка И он Бросил ему Отцовское Письмо Нищий Черт Побери И все Из-за Моей Распроклятой Чувствительности Почему Нельзя Было Подождать Вполне Возможно Что я Погибну На войне И что Будет Хорошего Для Эмми Если она Останется Вдовой Нищего Все Это Ты Наделал Не мог Успокоиться Пока не Заставил Меня Жениться И не Разорил Нечего Сказать Умеешь Ты Устраивать Чужие Дела Как Мне Черт Побери Поддерживать Своё Положение В свете На такие Жалкие Гроши Спор их Как и десятки Подобных Разговоров Между Осборном И его Другом Закончился Тем Что Джордж Объявил Что Над Доббина Нельзя Долго Сердиться И Великодушно Простил Ему Обиды Которые Сам Жен Нанес Без Всякого К тому Основания Роден Голубчик Как Ты Думаешь Не Лучше Ли Будет Получить Деньги С Купидона До Его Отъезда Говорила Бекки Прикалывая Снухшибательный Бантик Она Прозвала Джорджа Осборна Купидоном Она Десятки Раз Говорила Ему О его Красивой Нарушности Она Ласково Поглядывала На него По вечерам Когда Он Забегал К Родену На полчасика Перед Сном Она Часто Называла Джорджа Ужасным Ветренником И Горозилась Рассказать Эмми О его Время Препровождении И дурных Сумасбродных Привычках Она Подавала Ему Сигару И Подносила Огонь Ей Был Хорошо Известен Эффект Этого Маневра Так Как В былые Дни Она Испробовала Его На Родене Кроули Джордж Считал Ее Веселой Остроумной Лукавой Восхитительной Во время Прогулок И обедов Бекер Совершенно Затмевала Бедную Эмми Которая Робко Сидела Не произнося Ни слова Пока ее Супруг И миссис Кроули Оживленно Болтали А капитан Кроули Джордж Вскоре Присоединившийся К новобрачным В молчании Поглощали Еду В душе У Эмми Шевелилось Предчувствие Чего-то Недоброго Со стороны Подруги Остроумия Ребекки Ее веселый Нрав И таланты Смущали Ее И вызывали Тягостную Тревогу Они женаты Всего лишь Неделю А Джордж Уже скучает С ней И жаждет Другого Общества Она трепетала За будущее Какой я буду Ему спутницей Думала она Ему Такому умному И блестящему Когда сама Я такая Незаметная И глупенькая Как было благородно С его стороны Жениться на мне Отречься от всего И снизойти до меня Мне следовало бы Отказать ему Но у меня Не хватило дух Тяжело Когда такие мысли Признания Тревожат Молодую жену В первую же Неделю После свадьбы Но так Оно было И накануне Приезда Доббина В чудный Залитый Лунным светом Майский вечер Такой теплый Благоуханный Что все окна Были открыты На балкон С которого Джорджем Милей Известия Привезенные И покачав Меланхарически Головой Маленький Не бедность И к тому же Хоть я и не хочу Хвастаться Но думаю Что у меня Достаточно Талантов Чтобы пробить Себе Дорогу В жизни Разумеется Перебила его Жена И подумала Что война Скоро Кончится И Джорджа Сейчас же Произведут В генералы Предвкушение Похода Отвлекало Джорджа От мрачных Мыслей О суровом Отцовском Приговоре Не бойся Дорогая Говорила он Снисходительно Переезд Займет Всего Двенадцать Часов Это совсем Не страшно Тоже Поедешь Эмми Какое Ей было Дело До всего Остального Раз ее Муж Будет С нею На следующий День Эмилия Поднялась По заранку И очень живо И ловко Уложила Свои маленькие Чемоданы Между тем Как Джордж Лежал в постели Скорбя о том Что его жены Нет горничной Которая могла Бы ей помочь Эмилия Жи только Радовалась Что может Сама Справиться С этим делом Смутная Неприязнь По отношению К Ребекке Переполняла Ее И хотя Они расцеловались На прощание Самым нежнейшим Образом Однако Нам известно Что такое Ревность А миссис Эмилия Обладала И этой Добродетелю В числе Других Свойственных Ее полу Сознав Сознавал Улыбка Мыслить Мыслить Самостоятельно Маленькая Эмилия Которая Никогда Не Бывала За Границей Поселившись В прекрасной Квартире За которую Платили Джосс и Осборн Последний Не стеснялся Расходами Был полон Нежного Внимания К жене Миссис Эмилия В течение Двух Недель Что еще Длился Ее Медовый Месяц Была Так Довольна И Счастлива Как Дай Бог Всякой Юной Новобрачной Совершающей Свадебные Путешествия Это Был Нескончаемый Военный Праздник Джордж Каждый Вечер Вывозивший Жену В свет Был Как Всегда Вполне Доволен Собой И Клялся Что Становится Настоящим Семьянином Казалось Они И не Уезжали Из Старой Англии Театр Был Переполнен Знакомыми Английскими Лицами И Туалетами Того Сорта Какими Издавна Славятся Англичанки Знаешь Дорогая И Кроули Приехали Сказал Джордж У Эмилии Упало Сердце Она Сама Не Знала Почему После Военных Побед Победы Любовные С давних Времен Служили Источником Гордости Для мужчин На Ярмарке Чечеславия Иначе Почему бы Школьники Хвастались Своими Амурными Делами А Дон Жуан Приобрел Такую Популярность Мистер Мистер Осборн Твердо Убежденный Что он Неотразим И создан Для того Чтобы Побеждать Женщин Не пытался Противиться Своей Судьбе А покорно Подчинялся Ей Но так как Эмми не возмущалась И не мучила Его ревностью А только Молча Страдала Джордж Воображал Что она Не подозревает Того О чем Все его знакомые Были Отлично Осведомлены А именно Что он Отчаянно Волочится За миссис Кроули Он катался С ней верхом Когда она Бывала свободна Он врал Эмилии Про какие-то Дела на службе И оставив Ее одну Или с братом Проводил Вечера В обществе Кроули Проигрывая Мужу Деньги И теша себя Мыслью Что жена Изнывает От любви К нему Весьма вероятно Что эти двое Никогда Прямо Не сговаривались Что она будет Завлекать Юного джентльмена А он Обыгрывать Этого джентльмена В карты Но они прекрасно Понимали Друг друга И Родден Добродушно Позволял Осборну Бывать у них Сколько душе Угодно Никогда Еще со времен Дария Не было У армии Такого блестящего Обоза Как тот Что в 1815 Году Сопровождал Армию Герцога Веллингтона В Нидерландах И в сплошных Танцах И пиршествах Довел ее Можно сказать До самого Поля сражения Бал Который дала Некая благородная Герцогиня В Брюсселе 15 июня Вышеупомянутого Года Вошел в историю Приготовление К нему Взбудоражили Весь город И я слышал От некоторых Леди Живших В то время В Брюсселе Что дамы Говорили о нем И интересовались Им куда больше Чем наступлением Неприятеля Билеты На этот бал Доставались Ценой таких Страданий Просьбы Интриг Как ей подстать Только английским Леди Жаждущим Встретиться С высшей Знатью Своей страны В назначенный Вечер Джордж Заказавший Для Эмилии Новое платье И всевозможное Украшение Повез ее На знаменитый Бал Где она Не знала Ни единой Души Усадив Эмилию На стул Он предоставил Ее собственным Попечением Считая Что поступил Весьма похвально Так как купил Ей Новое платье И привез На бал Где она Вольна была Развлекаться Как ей Захочется Ее размышления Были не из приятных И никто Кроме честного Добина Их не нарушал И так Великосветский Дебют Эмилии Оказался Весьма Неудачным Ее муж Отметил Это С глухим Раздражением Но зато Для миссис Родан Кроули Этот вечер Был Сплошным Триумфом Она приехала Очень поздно Лицо ее сияло Платье было Совершенством Среди Собравшихся Знатных Особ И под направленными На нее Лорнетами Ребек Оказалась Столь же Хладнокровной И спокойной Как в прежнее Время Когда водила В церковь Воспитанец Мисс Пинкертон Пятьдесят Кавалеров За раз Столпились Около нее Прося оказать Честь Танцевать с ними Но она отвечала Что уже приглашена И намерена Танцевать Очень мало Она направилась Прямо к тому месту Где сидела Эмми Никем не замечаемая И глубоко Несчастная Чтобы Доконать Бедняжку Миссис Миссис Родден Бросилась К ней Восторжно Приветствуя Свою дорогую Эмилию И сейчас Начала Ей Покровительствовать Она Разбронила Платье Подруги И ее Прическу Она Уверяла Что бал Восхитительный Что тут Собрались Все Кого Все Знают А Таких Кого Никто Не знает Лишь Очень Очень Мало Джордж Оставивший Эмми На стуле При входе В залу Не замедлил К ней вернуться Когда Ребекка Счастливила Ее Своим Вниманием Бекки Как раз Читала Миссис Осборн Нотацию По поводу Безумства Ее мужа Ради бога Милочка Не давай ему Играть Говорила Она Иначе Он себя Погубит Он и Родден Каждый вечер Играет в карты А ведь Ты знаешь У него Мало денег И Родден Вытянет из него Все до последнего Шиллинга Если он Не образумится Отчего Ты не запретишь Ему Беспечное Ты существо А чего Ты не приходишь К нам По вечерам Вместо того Чтобы скучать Дома В обществе Этого Капитана Доббина Разве Может Нравится Мужчина С такими Громадными Ногами Вот у твоего Мужа Ноги Прелесть А да Вот и он Где вы были Негодные Эмми тут Без вас Все глаза Выплакала Вы пришли Пригласить Меня на кадриль Она положила Рядом с Эмилией Шали букет И упорхнула Танцевать С Джорджем Джордж танцевал С Ребеккой Два или три раза Эмилия едва ли Знала точно Сколько Она сидела Никем не замечаемая В своем уголке И только Родан подошел И довольно беспомощно Попытался Занять ее разговором Да позднее Капитан Доббин Набравшись Храбрости Принес ей Прохладительного Питья И сел Около нее Наконец Джордж вернулся За шалью И цветами Ребекки Она собиралась Уезжать И даже Не снизошла До того Чтобы подойти Проститься С Эмилией Бедная девочка Ни слова Не сказала мужу И только еще Больше Поникла головкой Доббин В это время Был отозван К своему другу Генералу дивизии И о чем-то Говорил с ним В полголоса А потому Не видел этого Джордж удалился С букетом В руках Но когда Он передавал Его владелице В нем Лежала Записка Свернувшаяся Словно Змея Посреди Цветов Ребекка Сразу Заметила Ее Она давно Привыкла Иметь дело С записками Ребекка Взяла Цветы Когда Их взгляды Встретились Джордж Понял Что она Знает О содержимом Букета Эмилия Видела Лишь первую Часть сцены С букетом Конечно Было естественно Что Джордж пришел По поручению Ребекки За ее шарью И цветами За последние дни Она почти Привыкла К таким вещам Но сейчас Это Переполнило Чашу Уильям Сказала Она Невольно Цепляясь Возбуждение Подошел К карточному Столу И начал Безрассудно Понтировать Он все время Выигрывал Сегодня Мне во всем Везет Сказал он Но даже Счастье В игре Не могло Успокоить Его И спустя Некоторое Время Он вскочил Сунул В карман Свой выигрыш И пошел К буфету Где Выпил Залпом Несколько Бокалов Вина Здесь То и Нашел Его Добин В ту минуту Когда он Уже Сильно Навеселе Громко Хохоча Рассказывал Какую-то Историю Добин Подошел Ближе И что-то Прошептал Ему Джордж Вздрогнул Дико Прокричал Ура И осушив Бокал Стухнул Импостол Затем Он быстро Вышел Под руку С другом Неприятель Перешел Сандру Вот что Сказал ему Уильям И наш Левый Фланг Введен Уже В дело Идем Мы выступаем Через три часа Джордж Вышел На улицу Весь дрожа Под впечатлением Этого известия Столь давно Ожидаемого И все же Столь неожиданного Что Были Теперь Любовь И интриги Быстро Шагая Домой Он думал О тысяче Вещей Но только Не об этом Он думал О своей Прошлой Жизни И надеждах На будущее О жене О ребенке С которым Он возможно Должен Расстаться Не увидев Его О если бы он Не совершил Того Что совершил В эту ночь Он думал О своей Короткой Супружеской Жизни В эти Несколько Недель Он сильно Расстратил Свой маленький Капитал Как безумен И расточителен Он был Если с ним Случится Несчастье Что он Оставит Жене Как он Недостоин Ее Зачем он Не послушался Отца Который Ни в чем Ему Не отказывал Надежда Раскаяние Чистолюбие Нежность И эгоистические Сожарения Переполняли Его сердце Едва Вернувшись Домой Джордж Заглянул В спальню Эмили Она лежала Тихо С закрытыми Глазами Я не сплю Джордж Проговорила Бедняжка Она проснулась Но для чего В эту минуту С плацдарма Громко Прозвучал Рожок Подхваченный Затем По всему Городу И от Грохота Барабанов Пехоты Весь город Проснулся Солнце Только что Стало Всходить Когда войска Выступили Из города Джордж Шел Впереди Своей роты Он поднял Голову Улыбнулся Эмилии И прошел Дальше И вскоре Даже звуки Музыки Замерли Вдали Мы Жители Мирного Лондона Никогда не видали И Бог даст Никогда не увидим Такой ужасной Суматохи И тревоги Какая царила В Брюсселе Все Расспрашивали Друг друга О новостях И даже Знатные Английские Лорды И леди Снисходили До того Что разговаривали С незнакомыми Людьми Сторонники Французов Обезумев От восторга Предсказывали Победу Императору А пушки Вдали Грохотали Не смолкая И взять приданное в четверть миллиона, или породниться с лучшими семьями Англии. Со временем он унаследовал бы мои деньги, или, может быть, его дети. Я не спешу умирать, мисс Брикс, хотя вы, может быть, и спешите отделаться от меня. А вместо этого ему суждено оставаться нищим. Где же между тем находился тот, кто когда-то был первым фаворитом в скачках за ее деньгами? Бекки и Родден соединились после Ватерлоу и проводили зиму 1815 года в Париже среди блеска и шумного веселья. Ранней весной 1816 года в газете «Галиньяни» в одном из занимательнейших ее столбцов было помещено следующее сообщение. 26 марта супруга полковника лейб-гвардии зеленого полка Кроули разрешилась от бремени сыном и наследником. Известие об этом событии было перепечатано в лондонских газетах, откуда мисс Брикс и вычитала его для сведения мисс Кроули. Эта новость, хотя и не была неожиданной, вызвала перелом в делах семейства Кроули. Ярость старой девы дошла до высшей точки. Она тотчас послала за своим племянником Питом и за матерью его невесты леди Саутдаун и потребовала немедленного бракосочетания, которое оба семейства так долго откладывали. При этом она объявила, что намерена выдавать молодой чете ежегодно тысячу фунтов в продолжении всей своей жизни, а по окончании он и завещает большую часть имущества племяннику и дорогой племяннице леди Джейн Кроули. Мир тебе, добрая, эгоистичная, великодушная, суетная старая язычница. Мы больше тебя не увидим. Будем надеяться, что леди Джейн нежно поддерживала тебя и вывела своей любящей рукой из суеты и шума ярмарки тщеславия. Известие, которое принесла газета семейству Осборнов, страшным ударом поразило обеих сестер и их отца. Но если девицы открыто предавались безудержной скорби, то тем горше было мрачному старику унести тяжесть своего несчастья. Раньше еще оставались какие-то возможности для примирения. Жена Джорджа могла умереть, или сам он мог прийти и сказать «Отец, прости, я виноват». Но теперь уж не было надежды. Трудно сказать, сколько тщеславия таится в наших самых горячих чувствах к ближним, и как эгоистична наша любовь. Старик Осборн не раздумывал над смешанной природой своих ощущений и над тем, как боролись в нем отцовское чувство и эгоизм. Он твердо верил, что все, что он делает, правильно, что во всех случаях жизни он должен поступать по-своему. И подобно жалу осы или змеи, его злобная, ядовитая ненависть обрушивалась на все, что стояло на его дороге. Он и ненавистью своей гордился. Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь. Разве не с помощью этих великих качеств тупость управляет миром? Это она разбила мои надежды, растоптала мою гордость. Думал он про Эмилью. Он ненавидел ее. Прошел целый год. Первые месяцы этого года Эмилия провела в таком глубоком и безутешном горе, что даже мы, наблюдающие и описывающие каждое движение этого слабого и нежного сердца, должны отступить перед его страданиями. И вот наступил день, когда бедная овдовевшая девочка прижала к своей груди ребенка. Ребенка с глазами покойного Джорджа, крошку сына. Она была спасена. Доктора, лечившие ее и опасавшиеся за ее жизнь и рассудок, с беспокойством ждали этой минуты, прежде чем поручиться за благополучный исход. Те, кто постоянно находился при ней в эти долгие месяцы сомнений и страха, были вознаграждены, когда увидели, что ее глаза опять засияли нежностью. Одним из них был наш друг Доббин. Это он привез Эмилю обратно в Англию, в дом ее матери. Уильям был крестным отцом ребенка и выказал недюжину изобретательность, покупая для своего маленького крестника стаканчики, ложки, рожки и коралловые кольца точить зубки. О том, как мать, жившая только им одним, кормила и пеленала младенца, как она отстраняла всех нянек и не позволяла ничьей руке, кроме своей, его касаться, и считала, что оказывает величайшую милость его крестному отцу Доббину, позволяя ему иногда понянчить ребенка. Обо всем этом мы не будем здесь распространяться. Уильям Доббин размышлял о переживаниях Эмилии и наблюдал движение ее души. А так как любовь помогала ему угадывать почти все чувства, волновавшие это сердце, он убеждался, увы, с роковой очевидностью, что для него там нет места. Однажды он прибыл в Кэбби и, сойдя, достал из него деревянную лошадку, барабан, трубу и другие солдатские принадлежности для маленького Джорджа, которому едва исполнилось шесть месяцев, и для которого эти подарки были явно преждевременными. Ребенок только что уснул. «Я пришел проститься с вами, Эмилия», — сказал он. «Ведь вы будете писать мне? Я уезжаю надолго». «Я буду писать вам о Джорджи», — сказала Эмилия. «Милый Уильям, как вы были добры к нему и ко мне!» «Самый суровый взор не мог бы ранить Доббина больнее, чем этот ласковый взгляд, отнимавший у него всякую надежду». «Тссс! Не разбудите Джорджи», — добавила она, когда Доббин тяжелыми шагами направился к двери. Она не слышала шума колес отъезжавшего Кэба. Она смотрела на ребенка, который улыбался во сне. Кроули и его жена, не имея никакого дохода, жили в Париже счастливо и безбедно в течение двух или трех лет, о которых мы можем рассказать лишь очень кратко. В этот период Родан покинул гвардию и продал свой патент. И когда мы снова встречаемся с ним, «усы» и чин полковника, обозначенный на визитной карточке, это все, что осталось от его военного звания. Когда мы говорим о джентльмене, что он живет роскошно, неизвестно на что, мы употребляем слово «неизвестно» для обозначения чего-то неизвестного нам, желая дать понять, что мы не знаем, из каких источников наш джентльмен покрывает свои расходы. Что касается нашего приятеля-полковника, то мы знаем, что у него была большая склонность, как всякого рода, азартным играм, и так как ему приходилось постоянно иметь дело с картами, костями и кием, естественно предположить, что он приобрел гораздо большую ловкость в обращении с этими предметами, чем люди, берущиеся за них только от случая к случаю. Его успехи были настолько постоянны, что неудивительно, если завистники и побежденные иногда отзывались о нем со злобой. Добродушная маленькая миссис Кроули говорила о страсти своего мужа к игре с крайним недовольством и жаловалась на это всем, кто посещал ее вечера. Ее дом стал приобретать печальную славу, и опытные игроки предупреждали менее опытных об опасности. Ребекка, поразмыслив, пришла к выводу, что их положение непрочно, и что хотя они почти никому не платят, их маленький капитал грозит в один прекрасный день обратиться в нуль. — Карточная игра, дорогой мой, — говорила она, — хороша как дополнение к доходу, но не как доход сам по себе. Рано или поздно людям надоест играть, и что же тогда нам делать? Ребекка решила, что пора ей серьезно заняться судьбой мужа у себя на родине. Необходимо было найти ему место или исхлопотать для него должность в Англии или в колониях. И она решила вернуться домой. Хозяин гостиницы, где жили супруги Кроули во время своего пребывания в Париже, убедился, что понес значительные убытки, лишь когда с их отъезда прошло уже несколько недель. Оказалось, что даже бедной жене садовника, выкормившей ребенка Миледи, только за первые шесть месяцев были оплачены молоко и материнская ласка, которую она щедро отдавала веселому и здоровому маленькому родину. Повторяем, даже кормилицы не было заплачено. Кроули слишком спешили, чтобы помнить о таком незначительном долге. Что же касается хозяина гостиницы, то он до конца своей жизни нещадно ругал всю английскую нацию. Когда Родден с женой вернулись в Лондон, дом Реглса, бывшего дворецкого мисс Кроули, случайно оказался свободным. Полковник хорошо знал и помещение, и его владельца. Реглс любил и, можно даже сказать, боготворил семейство Кроули. Этот источник всего его благосостояния. И старик не только отдал дом полковнику, но также исполнял у него обязанности дворецкого во время больших приемов. Миссис Реглс хозяинчала на кухне и посылала наверх такие обеды, которые одобрила бы сама мисс Кроули. Вот каким способом Кроули сняли дом, не заплатив ни гроша. И хотя Реглс совершенно разорился от такого ведения дел, и дети его оказались выброшенными на улицу, а сам он доведен был до флицкой тюрьмы, но ведь должен же кто-то платить за джентльменов, которые живут неизвестно на что. И вот несчастному Реглсу пришлось возмещать все нехватки в хозяйстве полковника Кроули. Интересно было бы знать, сколько семейств ограблено и доведено до разорения великими надувалами вроде Кроули. Когда рушится знатный дом, эти несчастные бесславно погибают под его обломками. Недаром в старых легендах говорится, что прежде чем человек сам отправится к дьяволу, он спроводит туда немало других человеческих душ. Остроумие, ловкость и смелость Ребекки быстро создали ей популярность в известных лондонских кругах. Около двери ее дома часто останавливались солидные экипажи, из которых выходили очень важные люди. В парке ее коляску всегда видели окруженной самой знатной молодежью. Но нужно сознаться, что дамы держались от Ребекки в стороне, и их двери были наглухо закрыты для нашей маленькой авантюристки. Сколько раз вам приходилось слышать, как безжалостно исключаются из общества многие леди, казалось бы, занимающие высокое положение и богатые. Их отчаянные попытки проникнуть в этот круг, унижения, которым они подвергаются, оскорбления, которые терпят, ставят в тупик всякого, кто изучает род человеческий или женскую его половину. Если до сих пор ничего не было сказано о маленьком Родане, то лишь по той причине, что его сослали на чердак, и он только иногда в поисках общества сползал вниз в кухню. Мать почти не обращала на него внимания. Родан Кроули к Родану-младшему питал тайную нежность, которая не ускользнула от Ребекки, хотя она никогда не говорила об этом мужу. Это не раздражало ее, она была слишком добродушна, но только увеличивало ее презрение к нему. Она всегда была ласкова с ним и лишь умеренно выказывала ему свое презрение. Может быть, он и нравился ей от того, что был глуп. Он был ее старшим слугой, метродотелем, ходил по ее поручениям, беспрекословно слушался ее приказаний, безропотно катался с нею в коляске, отвозил ее в оперу, а сам развлекался в клубе, пока шло представление, и возвращался за нею точно в надлежащее время. Как поживает супруг миссис Кроули приветствовал Роддена именитый лорд Стайн. И правда, таково было теперь положение Роддена. Он больше не был полковником Кроули, он был супругом миссис Кроули. Посмотрим, однако, как поживают наши друзья, которых мы давно оставили. Как чувствует себя миссис Эмилия? Что стало с майором Добиным, чей Кэп постоянно маячил около ее дома? Есть ли какие-нибудь известия о Джозефе Сэдли? Относительно последнего нам известно следующее. Наш достойный друг, толстяк Джозеф Сэдли, возвратился в Индию. Лондонским агентам Джоза было дано распоряжение выплачивать ежегодно 120 фунтов его родителям. Это была главная поддержка для старой Читы, потому что спекуляции, предпринятые мистером Сэдли после его банкротства, никоим образом не могли восстановить его разрушенное благосостояние. Он пытался торговать вином, углем, был агентом по распространению лотерейных билетов и так далее, и тому подобное. Но фортуна окончательно отвернулась от слабого, разбитого старика. И вы, и я, дорогой читатель, можем оказаться в таком положении. Счастье может изменить нам, силы могут нас оставить, наше место на подмостках займут другие актеры, помоложе и поискуснее. И все же собственный выезд и три тысячи годовых – это не предел благополучия на земле и не высшая награда небес. Если шарлатаны столь же часто преуспевают, как и терпят крах, если шуты благоденствуют, а негодяи пользуются милостями фортуны, так что на долю каждого приходится и удача, и неудача, как это бывает и с самыми способными и честными среди нас, то право же, братья мои, дары и развлечения ярмарки тщеславия не слишком многого стоят. И, вероятно, мы уклонились от нашей темы. Все, что мы могли бы сообщить о жизни Эмилии, принадлежит к числу самых тривиальных событий. Если бы она вела дневник всех происшествий за семь лет со времени рождения сына, в нем мало нашлось бы событий более замечательных, чем корь. Впрочем, однажды, к великому ее изумлению, преподобный мистер Бинни попросил ее переменить фамилию Осборн на его собственную, на что она, вся вспыхнув со слезами в голосе и на глазах, поблагодарила его за честь и выразила признательность за все его внимание и к ней, и к ее бедному мальчику, но заявила, что никогда, никогда не в состоянии будет думать ни о ком, ни о ком, кроме мужа, которого она потеряла. Два-три раза в год, верная своему обещанию, она писала Доббину письма в Мадрас, письма целиком наполненные маленьким Джорджи. Как дорожил Уильям этими письмами! Каждый раз, когда Эмилия писала ему, он отвечал ей, но по собственному почину никогда не писал, зато он посылал ей и крестнику бесчисленное напоминание о себе. Какая жалость, что она и слышать не хочет о мистере Уильяме, седвала миссис Сэдли, обращаясь к своим приятельницам. Майор, очевидно, по уши влюблен, но как только я намекну ей об этом, она краснеет, начинает плакать и уходит к себе и сидит там. Желала бы я, чтобы мы никогда не встречались с этими противными, заносчивыми озборнами. Среди таких вот скромных событий и в таком скромном кругу протекало раннее детство Джорджа. Мальчик рос хрупким, чувствительным, изнеженным, властным по отношению к своей кроткой матери, которую он любил со страстной нежностью. Тесный кружок его близких считал, что такого умницы еще не было на свете, и Джорджа, унаследовавший самомнение отца, думал, вероятно, что они не ошибаются. Однажды, возвратившись от мисс Доббин, сестры Уильяма Доббина, Джордж сказал, «Был старый джентльмен с густыми бровями, в широкополой шляпе и с толстой цепочкой с печатками. Он очень долго смотрел на меня и весь дрожал». Таков был отчет Джорджа в этот вечер. Эмилия поняла, что мальчик видел деда и в страшном волнении стал ожидать предложений с его стороны, уверенные в том, что они должны последовать. И действительно, через несколько дней ее предчувствия сбылись. Мистер Осборн совершенно официально предлагал взять мальчика к себе и сделать его наследником всего состояния, которое раньше предназначалось его отцу. Он обязывался пожизненно выплачивать миссис Джордж Осборн сумму, достаточную, чтобы обеспечить ей приличное существование. Если миссис Джордж Осборн предполагает вторично выйти замуж, мистер Осборн слышал, что таково ее намерение, выплата ей обеспечения не будет прекращена. Но он ставил непременным условием, чтобы ребенок поселился у него на Расселсквер или в каком-либо другом месте по его выбору. Эмилия очень редко сердилась, быть может, два-три раза за свою жизнь. И вот поверенному мистеру Осборна посчастливилось увидеть ее во время одного из таких приступов гнева. Она поднялась, сильно покраснев и вся дрожа. Она разорвала письмо на мелкие кусочки и растоптала их, чтобы я вторично вышла замуж, чтобы я взяла деньги за разлуку с сыном. Какое ужасное оскорбление! Скажите мистеру Осборну, что это подлое письмо, сэр! Подлое письмо! Я не отвечу на него. До свидания, сэр! И она отпустила меня кивком головы, словно королева в какой-нибудь трагедии, рассказывал потом поверенный. Родители в тот день даже не заметили ее волнения. Старый джентльмен, ее отец, всегда был занят какими-нибудь спекуляциями. Шныряя усердно и неутомимо по сити, он опять набрел на какую-то аферу и так увлекся ей, что потом и не смел признаться, как далеко он зашел в этом предприятии. Наконец родители сказали Эмилии все, или вернее рассказали нечто маловразумительное и путанное, как вообще рассказывают о себе люди, попавшие в затруднительное положение. Выяснилось, что на хозяйство не хватает денег, как Эмилия и сама должна была бы видеть, говорила мать, но ведь она ни о чем и ни о ком не думает, кроме Джорджи. Теперь Эмилия поняла. Она приносит мальчика в жертву своему эгоизму. Если бы не она, ее сыну досталось бы богатство, положение, образование. Он мог бы занять место своего отца, то место, которого старший Джордж лишился из-за нее. Стоит ей сказать слово, и ее старый отец получит средства к жизни, а мальчик – целое состояние. Борьба, которую мы описываем в нескольких фразах, длилась в сердце бедной Эмилии много недель. Еще несколько дней прошло в переговорах, в визитах, приготовлениях. Вдова очень осторожно сообщила великую новость Джорджу. Она ждала, что он будет огорчен, но он скорее обрадовался, чем опечалился. В тот же день мальчик уже хвастался перед своими товарищами по школе. Он сообщил им, что будет теперь жить у своего дедушки, отца его папы, что он будет очень богатым, и у него будет свой экипаж, что он перейдет в гораздо лучшую школу, а когда разбогатеет, то купит пенал и уплатит свой долг пирожницам. Прошло еще несколько дней, и роковое событие в жизни Эмилии совершилось. Вдова осталась в полном одиночестве. Разумеется, мальчик часто ее навещает. Он приезжает верхом на пони в сопровождении конюха к восхищению своего старого дедушки Сэдли. В два дня он усвоил слегка повелительный тон и покровительственные манеры. Он рожден повелевать, думает Эмилия. Таким же был его отец. Каким образом добывало средства на устройство приемов для своих великосветских знакомых Чита Кроули было тайной, в свое время возбуждавшей немало толков и, может быть, придававшей этим маленьким раутам известный оттенок пикантности. Верно лишь одно. Если бы у Робекки были все те деньги, которые она будто бы выклинчила, заняла или украла, то она могла бы составить себе капитал и вести честную жизнь до могилы, между тем как... Ну, мы забегаем вперед. Я считаю, что очень стыдно порочить простое, бесхитростное существо, так как современники порочили Бекки и предупреждая публику, чтобы она не верила ни одной десятой доли всего того, что болтали об этой женщине. Если мы вздумываем изгонять из общества всякого, кто залезает в долги, если мы начнем заглядывать в личную жизнь каждого, проверять его доходы и отворачиваться от него, чуть только нам не понравится, как он тратит деньги, то какой же мрачной пустыней и несносным местопребыванием покажется нам ярмарка тщеславия. Все радости жизни полетят к черту, если люди будут руководствоваться своими глупыми принципами и избегать тех, кто им не нравится и кого они бронят. Тогда как предекторы любви к ближнему и взаимной снисходительности все идет как по маслу. Мы можем ругать человека сколько нашей душе угодно и называть его величайшим негодяем, по которому плачет веревка, но разве мы хотим, чтобы его и вправду повесили? Ничуть не бывало. При встречах мы пожимаем ему руку. Если у него хороший повар, мы все прощаем ему и едем к нему на обед, рассчитывая, что и он поступит так же по отношению к нам. Таким образом, торговля процветает, цивилизация развивается, все живут в мире и согласии. Когда лорд Стайн бывал к кому-нибудь расположен, он ничего не делал наполовину, и его любезность по отношению к семейству Кроули свидетельствовала о величайшем такте в проявлении такой благосклонности. Милорд распространил свое благоволение и на маленького Роддена. Он указал родителям мальчика на необходимость помещения его в закрытую школу. Хотя сам Родден Кроули за всю жизнь не изучил ни одной книги, кроме календаря скачек, и хотя его воспоминания о школе связывались главным образом с порками, которые он получал в Итоне в ранней юности, однако он, подобно всем английским джентльменам, искренне уважал классическое образование и радовался при мысли, что его сын будет обеспечен, а может быть даже станет ученым человеком. И хотя мальчик был его единственной отрадой и верным товарищем, хотя их связывали тысячи невидимых уз, о которых Родден предпочитал не разговаривать с женой, всегда выказывавшей полнейшее равнодушие к сыну, все же Родден сразу согласился на разлуку и ради блага мальчугана отказался от своего величайшего утешения. Пока не уехал, сынишка, Родден не знал, как он одинок. Он полюбил тех, кто был расположен к мальчику и целыми часами просиживал своей ласковой невестке леди Джейн, беседуя с нею о хорошем характере мальчика, о его красоте и прочих достоинствах. Как-то после вечера в доме лорда Стайна Родден усадил жену в карету и она уехала. Самому полковнику мистер Уэйенхэм, поверенный правой рука лорда Стайна, предложил идти домой пешком и угостил его сигарой. Они закурили от фонаря одного из слуг, стоявших за воротами, и Родден зашагал по улице рядом со своим другом Уэйенхэмом. Два каких-то человека отделились от толпы и последовали за обоими джентльменами. Пройдя несколько десятков шагов, один из этих людей приблизился и, дотронувшись до плеча Роддена, сказал «Простите, полковник, мне нужно поговорить с вами по секретному делу». «Это вы, Мосс?» спросил полковник, очевидно, узнав своего собеседника. «Сколько надо платить?» «Чистый пустяк», шепнул ему мистер Мосс. «Сто шестьдесят шесть фунтов, шесть шиллингов и восемь пенсов по иску мистера Натана». «Ради Бога, одолжите мне сто фунтов, Уэнхэм», сказал бедняга Родден. «Семьдесят у меня есть дома». «У меня за душой нет и десяти», ответил бедняга Уэнхэм. «Спокойной ночи, мой милый». Сказать по правде, Роддену уже приходилось раза два гостить в учреждении мистера Мосса. Мы не считали нужным упоминать о таких мелких домашних неурядицах, но заверяем читателей, что они неизбежны в жизни человека, живущего неизвестно на что. Родден был старый солдат и не смущался, когда судьба угощала его щелчками. Более слабый человек тут же послал бы письмо жене. «Ну, зачем смущать ее ночной покой?» подумал Родден. «Успею написать, когда она выспится, да и я тоже. Речь идет всего о каких-то ста семидесяти фунтах, черт побери, в успехе своего обращения Родден не сомневался. Но когда Родден прочел ответное письмо Бекки, все подозрения, которые он гнал от себя, вернулись. Она даже не могла съездить и продать свои безделушки, чтобы освободить мужа из тюрьмы. Кто посадил его туда? Венхем шел вместе с ним. Не было ли здесь но Родден не мог допустить даже мысли об этом. Он торопливо написал две строчки, адресовал их сэру Питту или леди Кроули и велел посыльному немедля доставить письмо на Гонд стрит. В записке он умолял дорогих брата и сестру ради Господа Бога, ради маленького Роддена и ради его собственной чести приехать к нему и выручить его из беды. Он в тюрьме, ему нужно сто фунтов, чтобы выйти на свободу. Он умоляет и заклинает приехать к нему. Пикселя мистера Мосса были быстро погашены и Джейн, сияя счастливой улыбкой, увезла с собой Роддена в том самом кебе, в котором она поспешила к нему на выручку. Родден благодарил свою невестку с таким жаром, что эта мягкосердечная женщина была растрогана и даже встревожилась. «О, вы не знаете», сказал он, как всегда, грубовато и простодушно, до чего я переменился с тех пор, как узнал вас и полюбил маленького Родди. Мне хотелось бы начать другую жизнь. Простившись с невесткой, Родден быстро зажигал домой. Было девять часов вечера. Он пробежал по улицам и широким площадям ярмарки Чечеславия и, наконец, едва переводя дух, остановился у своего дома. Он поднял голову и в испуге, весь дрожа, отступил к решетке. Окна гостиной были ярко освещены, а Бекки писала, что она больна и лежит в постели. Родден медленно поднялся по лестнице и прислонился к перилам верхней площадки. Никто во всем доме не шевельнулся. Все слуги были отпущены со двора. Родден услышал в комнатах хохот, хохот и пение. Бекки запела, хриплый голос закричал «Браво, браво!» Это был голос лорда Стайна. Родден открыл дверь и вошел. Маленький столб был накрыт для обеда, на нем поблескивалось серебро и графины. Стайн склонился над софой, на которой сидела Бекки. Негодная женщина была в вечернем туалете, ее руки и пальцы сверкали браслетами и кольцами, на груди были бриллианты, подаренные ей Стайном. Милорд держал ее за руку и наклонился, чтобы поцеловать ей пальчики, как вдруг Бекки слабо вскрикнула и вскочила. Она увидела бледное лицо Роддена. Стайн выпрямился бледно и скрипя зубами и с яростью в обзоре. «Как? Вы уже вернулись? Здравствуйте, Кроули!» произнес он, и рот у него перекосился, когда он попробовал улыбнуться, непрошенному гостю. Что-то в лице Роддена заставило Бекки кинуться к мужу. «Я невинно, Родден», сказала она, «клянусь Богом, невинно». Она цеплялась за его платье, хватала его за руки. Ее руки были сплошь покрыты змейками, кольцами, браслетами. «Я невинно, скажите же, что я невинно», взмолилась она, обращаясь к лорду Стайну. Тот решил, что ему подстроена ловушка, геномунжа. «Это вы-то невинны, черт вас возьми», завопил он, «вы невинны, да каждая побрякушка, что на вас надета, оплачена мною. Я передавал вам тысячи фунтов, которые тратил этот молодец и за которые он вас продал. Невинны, дьявол, вы так же невинны, как ваша танцовщица-мать и ваш сводник-супруг. Не думайте меня запугать, как вы запугали других. С дороги, сэр, дайте пройти». И Лорд Стайн схватил шляпу и с бешеной злобой глянув лицо своему врагу, двинулся прямо на него, ни на минуту не сомневая, что тот даст ему дорогу. Весьма возможно, если уж говорить правду, что Лорд Стайн судил о полковнике Кроуле по своему опыту с другими мужьями, которых он знавал в течение своей долгой и с толком прожитой жизни, познакомившей его со многими слабостями человеческого рода. Милорд купил на своем веку стольких мужей, что право его нельзя винить, если он предположил, будто узнал цену и этому. «Лжош, собака!» крикнул Родан. «Лжош, трус и негодяй!» И он дважды наотмашь ударил пера Англии по лицу и швырнул его окровавленного на пол. Все это произошло раньше, чем Ребекка могла вмешаться. Она стояла подле, трепеща всем телом. Она любовалась своим супругом, сильным, храбрым победителем. «Подойди сюда!» приказал он. Она подошла к нему. «Сними себя это!» Вся дрожа. Она начала неверными руками стаскивать браслет из запястья и кольца с трясущихся пальцев и подала все мужу, вздрагивая и робко поглядывая на него. «Брось все здесь!» сказал тот, и она выпустила драгоценности из рук. Родан сорвал у нее с груди бриллиантовое украшение и швырнул его в лорда стайна. Оно рассекло ему лысый лоб. Стайя так и прожил с этим шрамом до могилы. Родан вскрыл все ящики и гардеробы, вышвырнул из них на пол горы пестрых тряпок и, наконец, нашел шкатулку, которую подарила Эмилия в их юные годы. Ребекка вынуждена была ее отпереть. Там хранились документы, старые любовные письма, всевозможные мелкие безделушки и женские реликвии, а кроме того, там лежал бумажник с кредитными билетами. Некоторые из них тоже были десятилетней давности, но один был совсем еще новенький, банкнот в тысячу фунтов, подаренный Бекке лордом стайном. «Это это от него?» спросил Родан. «Да», ответил Ребекка. «Я отошлю ему деньги сегодня же», сказал Родан, потому что уже занялся новый день, обыск тянулся несколько часов. «И покрой еще некоторые долги. Ты мне укажешь, куда тебе послать остальное?» «Ты могла бы уделить мне сотню фунтов Бекке из стольких-то денег. Я всегда с тобой делился. Я невинно, Родан, я невинно», повторила Бекке, и муж оставил ее, не сказав больше ни слова. О чем она думала, когда он оставил ее? После его ухода прошло несколько часов, солнце заливало комнату, а Ребекка все сидела одна на краю постели. Все ящики были открыты, и содержимое их разбросано на полу платья и перья, шарфы и драгоценности, обломки крушения тщеславных надежд. Волосы у Бекки рассыпались по плечам, платья разорвалась, когда Роден срывал бриллианты. Она слышала, как он спустился по лестнице и как за ним захлопнулась дверь. Она знала, он не вернется. Он ушел навсегда. Она задумалась о своей долгой жизни и о всех печальных ее событиях. Ах, какой это жизнь показалась Бекке унылой, какой жалкой, одинокой и неудачной. Ребекка сидела, как на пожарище, стиснув руки сухими глазами. Джорджи Осборн прочно обосновался в особняке деда на Рассел Сквер. Занимал отцовскую комнату в доме и был признанным наследником всех тамошних великолепий. Привлекательная внешность, смелый и бойкий нрав и джентльменские манеры мальчика завоевали сердце мистера Осборна. Он также гордился внуком, как некогда старшим Джорджем. В доме на Рассел Сквер все трепетали перед мистером Осборном, а мистер Осборн трепетал перед Джорджи. Бойкие манеры мальчика, его развязана болтовня о книгах и учении, его сходство с отцом, что лежал мертвый и непрощенный в далеком Брюсселе, пугали старика и отдавали его во власть мальчику. Он старался с нисходительностью к внуку загладить свою жестокость по отношению к старшему Джорджу. Все удивлялись его ласковому обращению с ребенком. Воспитание Джорджа было поручено жившему по соседству ученому, частному педагогу мистеру Виллу. Однажды, когда молодые дженджмена собрались в кабинете мистера Вилла, мальчик Лакей вошел в кабинет и доложил, два дженджмена желают видеть мистера Осборна. Джорджа вышел в приемную и, увидев там двух незнакомцев, стал рассматривать их, задрав голову со своей обычной надменной манерой. Один был толстяк с усами, а другой тощий, длинный, в синем сертуке, загорелый с сильной проседью. Боже мой, как похож, сказал длинный джентльмен. «Ты догадываешься, кто мы такие, Джордж?» Быть может, проницательный читатель догадался, кто был тот полный джентльмен, который вместе с нашим старым другом майором Доббином приезжал в школу навестить Джорджа. Это был еще один наш старый знакомый, вернувшийся в Англию и притом в такое время, когда его присутствие там должно было оказаться весьма полезным для его родственников. И действительно, Джозеф Седли, тронутый жалким положением, в котором он застал родных, и расчувствовавшись под впечатлением первой встречи, заявил, что они никогда больше не будут терпеть нужды, что он, Джоз, во всяком случае проведет некоторое время в Англии, в течение которого его дом и все, что у него есть, к их услугам, и что Эмилия будет очень мила в качестве хозяйки за его столом, пока не устроит себе собственного дома. Эмилия печально покачала головой и по обыкновению залилась слезами. Она поняла, что хотел сказать брат. Нельзя сказать, чтобы Эмилия, осведомленная о страсти честного майора, оказала ему хоть сколько-нибудь холодный прием или была им недовольна. Подобная привязанность со стороны такого верного и порядочного джентльмена, не может рассердить женщину. Эмми готова была оказывать ему дружеское уважение, какого заслуживают его высокие качества и верность. Она готова была держаться с ним приветливо и просто, пока он не попробует с ней объясниться. А тогда еще будет время поговорить с ним и положить конец несбыточным надеждам. И вот настало утро, когда солнце взошло и весь мир поднялся от сна и занялся своими делами и развлечениями. Весь мир, кроме старого Джона Сэдли, которому не надо было более бороться судьбою, питать надежды, строить планы. Ему оставалось лишь добраться до тихого безвестного приюта на Бромптонском кладбище, где уже покоилась его жена. Это событие и другие обстоятельства должно быть повлияли на мистера Осборна. Он очень сдал за последнее время, сильно постарел и весь ушел в свои мысли. Он посылал за своими поверенными и, вероятно, кое-что изменил в своем завещании. Однажды когда он должен был спуститься к завтраку, слуга, не найдя его в столовой, вошел к нему в туалетную комнату и увидел старика на полу у туалетного столика. С ним случился удар. Через четыре дня он умер. Когда вскрыли завещание, оказалось, что половина состояния отказана Джорджу. Ежегодный доход в пятьсот фунтов взымаемой счастью Джорджа завещался его матери, вдове моего возлюбленного сына Джорджа Осборна. Ей предлагалось снова вступить в исполнение опекунских обязанностей по отношению к своему сыну. Но задательно отметить, как выросла миссис Осборн во мнении людей, составлявших круг ее знакомых, когда стало известно содержание духовной мистера Осборна. сам Джорджа, считавший сестру добродушной и безобидной нищей, которой он обязан был давать пропитание и кров, стал относиться с величайшим уважением к ней и к богатому мальчику своему племяннику. Как бы там ни было, но еще до истечения срока траура по мистеру Осборну, Эмми оказалась в центре светского круга, члены которого были твердо уверены, что каждый, кто допускается в их общество, должен почитать себя осчастливленным. Такое общество было чересчур изысканным для Эмми, и поэтому все запрыгали от радости, когда было решено предпринять заграничную поездку. Я с удовольствием останавливаюсь на этой поре ее жизни, и мне приятно думать, что Эмми была весела и довольна. Ведь до сих пор ей почти не приходилось вести такую жизнь, а окружавшая ее обстановка мало содействовала развитию в ней ума и вкуса. Кроме того, надо вспомнить, что бедняжка Эмилия до сих пор не встречалась с настоящими джентльменами. Может быть, эта разновидность человеческого рода попадается реже, чем кажется на первый взгляд? Кто из нас найдет среди своих знакомых много людей, чьи цели благородны, чья честность неизменна, людей, которых отсутствие подлости делает простыми, людей, которые могут прямо смотреть в лицо всем с одинаковой мужественной приязнью к великим и к малым? Давайте возьмем клочок бумаги и каждый пусть составит список. В свой список я без всяких колебаний заношу моего друга майора. У него были очень длинные ноги и желтое лицо, и он немножко пришепетывал, отчего при первом знакомстве казался чуть-чуть смешным. Но судила на жизни здраво, голова у него работала исправно, жизнь он вел честную и чистую, а сердце имел горячее и кроткое. Конечно, у него были очень большие руки и ноги, над чем много смеялись оба Джорджа Осборна. Их насмешки, возможно, мешали Эмили оценить майора по достоинству. Но разве мы все не заблуждались насчет своих героев и не меняли своих мнений сотни раз? Эмми в это счастливое время убедилась, что ее мнение о Доббине изменилось очень сильно. Пожалуй, это было самое счастливое время в жизни обоих, но едва ли они это сознавали. Кто из нас может вспомнить какую-нибудь минуту в своей жизни и сказать, что это кульминационная точка, вершина человеческой радости? Но, во всяком случае, эти двое были довольны и наслаждались веселой летней поездкой не меньше, чем всякая другая чета, покинувшая Англию в этом году. Если бы мы дали полный отчет о поведении Бекки за первые несколько лет после катастрофы на Кэрзон-стрит, то у публики, пожалуй, нашлись бы основания сказать, что наша книжка непристойна. Поступки людей очень суетных, бессердечных, гоняющихся за удовольствиями весьма часто бывают непристойными, как и многие ваши поступки, мой друг, с важной физиономией и безупречной репутацией. Но об этом я упоминаю просто к слову. Должно быть, Бекки была так занята улаживанием деловых вопросов с поверенными мужа, что забыла предпринять какие-либо шаги относительно своего сына, маленького Роддена, и даже ни разу не выразила желания повидать его. Юный джентльмен был оставлен на полное попечение дяди и тетки, которая всегда пользовалась большой любовью мальчика. Для начала наша милочка Бекки очутилась на французском побережье в Булоне, этом убежище многих невинных изгнанников из Англии, и там вела довольно скромный вдовий образ жизни. Она почувствовала себя одинокой, очень одинокой, осеявшей вдали утесы Англии были для нее неотдалимой преградой. В поведении мужчин произошла какая-то труднопределимая перемена. Ребекка начинала чувствовать, что она в самом деле одна на свете. Будь он здесь, думала она о муже, эти негодяи не посмели бы оскорблять меня. Она думала о нем с большой грустью, и, может, даже тосковала о его честной, глупой, постоянной любви и верности, его неизменном послушании, его добродушии, его храбрости и отваге. Стоило Бекке ценой невероятных трудов и усилий создать вокруг себя небольшой кружок, как кто-нибудь появлялся и грубо разрушал его, так что ей приходилось начинать все сначала. Ей было очень тяжело. очень тяжело, одиноко и тоскливо. Так наша маленькая скиталица раскидывала свой шатер в различных городах Европы, не ведая покоя. Ее вкус к беспорядочной жизни становился все более заметным. Когда она получала от мужа деньги, она играла, а, проигравшись, все же не умирала с голоду. Так жила Бекки, когда в игорном доме случайно встретилась с Джозом. Между ними произошел очень долгий, дружеский и конфиденциальный разговор, во время которого Джоз Седли был осведомлен, но так, что это его ничуть не испугало и не обидело, о том, что сердце Бекки впервые научилось трепетать в присутствии его, несравненного Джоза Седли, что Джордж Осборн, конечно, ухаживал за ней без всякой меры, и это могло возбудить ревность Эмилии и привело их к небольшой размолвке, но что Бекки решительно никогда и ничем не поощряла несчастного офицера и не переставала помышлять о Джозе с первого дня, как его увидела, хотя, разумеется, долг и обязанности замужней женщины она ставила превыше всего и всегда соблюдала и будет соблюдать до своего смертного часа, или до тех пор, пока вошедший в поговорку дурной климат той местности, где проживает полковник Кроули, не освободит ее от ярма, которая жестокость мужа сделала для нее невыносимым. Джоз отправился домой, вполне убежденный в том, что Ребекка не только самая очаровательная, но и самая добродетельная женщина и уже перебирала в уме всевозможные планы для устройства ее благополучия. Что же касается мисс Эмилии, то она была женщиной с таким мягким и нелепым характером, что стоило ей услышать о чьем-либо несчастье, как она всем сердцем тянулась к страдальцу. А так как сама она никогда не помышляла ни о каких смертных грехах и не была в них повинна, то и не чувствовала того отвращения к пороку, которым отличаются более осведомленные моралисты. «Она просто убита горем», рассказывал Джосс. «Страшно слушать, какие страдания перенесла эта женщина. У нее был мальчуган, ровесник Джорджи». «Да-да, я как будто припоминаю», заметила Эмми. «Ну и что же? Красивейший ребенок», сказал Джосс, который, как все толстяки, легко поддавался сантиментальному волнению, был сильно растроган повестью Ребекки. «Сущий ангел, обожавший свою мать!» «Негодяя» вырвали рыдающего ребенка из ее объятий и с тех пор не позволяет ему видеться с нею. «Дорогой Джозеф», воскликнула Эмилия, вскакивая с места, «идем к ней сию же минуту». «Бедная, несчастная, как она настрадалась», сказала Эмми, вернувшись от Ребекки. «Она займет комнату Пейн». «Берите у нее уроки, дорогая моя миссис Джордж», воскликнул майор, «но не приглашайте к себе жить, умоляю вас». «Вы всегда такой добрый и отзывчивый, во всяком случае вы таким были? Я изумляюсь вам, майор Вильям», вскричала Эмилия, «когда же и помочь ей, как не сейчас, когда она так несчастна? Теперь-то и нужно оказать ей помощь. Самый старинный друг, какой у меня есть, и не...» «Она не всегда была вам другом, Эмилия», сказал майор, не на шутку разгневанный. Этого намека Эмилия не в силах была стерпеть. Взглянув почти с яростью в лицо майора, она сказала «Стыдитесь, майор Доббин», и удалилась из комнаты, захлопнув дверь за собой и за своим оскорбленным достоинством. Бедный Доббин, бедный старый Вильям, одно злосчастное слово уничтожило кропотливый труд стольких лет. Здание, воздвигнутое Бог знает, на каких тайных и скрытых основаниях, где таили сокровенные страсти, нескончаемая борьба неведомой жертвы. Когда на следующий день майор был наконец допущен к Эмилии, то вместо сердечного и нежного приветствия, к какому он привык за столько долгих дней, его встретили вежливым реверансом, и ему была подана затянутая в перчатку ручка, которую тотчас же вслед за тем и отдернули. Ребекка находилась тут же и пошла навстречу майору, улыбаясь и протягивая ему руку. Добин в смущении сделал шаг назад. Прошу извинить меня, сударыня, сказал он, но я обязан предупредить вас, что явился сюда не в качестве вашего друга. Если мое слово что-нибудь значит в этом доме, ничего оно не значит, перебила Эмилия. Ребекка, ты останешься у меня, я-то тебя не покину из-за того, что все тебя преследуют и не оскорблю из-за того, из-за того, что майору Доббину заблагорассудилось так поступить. Пойдем отсюда, милочек. И обе женщины направились к двери. Вильям распахнул ее. Однако, когда дамы выходили из комнаты, он взял Эмилию за руку и сказал, пожалуйста, останьтесь на минуту поговорить со мной. Не мои вчерашние слова взволновали вас, сказал Доббин. Это только предлог Эмилия, или я зря любил вас и наблюдал за вами пятнадцать лет. Разве я не научился за это время читать ваши чувства и заглядывать в ваши мысли. Я знаю, на что способно ваше сердце. Оно может быть верным воспоминанию или леять мечту, но оно не способно чувствовать такую привязанность, какая была бы достойным ответом на мою любовь и какой я мог бы добиться от женщины более великодушной. Я вас ни в чем не виню. Вы очень добры и сделали все, что было в ваших силах, но вы не могли подняться до той привязанности, которую я питал к вам и которую с гордостью разделила бы более возвышенная душа. Прощайте, Эмилия, я наблюдал за вашей борьбой, надо ее кончать, мы оба от нее устали. Эмилия стояла безмолвная, испуганная тем, как внезапно Уильям разорвал цепи, которыми она его удерживала и заявила о своей независимости и превосходстве. Он так долго был у ее ног, что бедняжка привыкла попирать его. Ей не хотелось выходить за него замуж, но хотелось его сохранить. Ей не хотелось ничего ему давать, но хотелось, чтобы он отдавал ей все. Такие сделки нередко заключаются в любви. Разговор был окончен, еще раз бедный Уильям дошел до двери и на этот раз удалился. А маленькая вдовушка, виновница всей этой кутерьмы, добилась своего, одержала победу и теперь ей оставалось по мере сил наслаждаться плодами этой победы. Пусть дамы позавидуют ее триумфу. Нежданно негаданно Бекки очутилась в уютной удобной квартире, окруженная друзьями, лаской и добродушными простыми людьми, каких давно уже не встречала. И хотя она была бродягой и по склонности и в силу обстоятельств, однако бывали минуты, когда отдых доставлял ей удовольствие. И от того, что самой ей было так хорошо, она изо всех сил старалась угодить другим. А мы знаем, что в искусстве делать людям приятное Бекки порой достигала подлинной виртуозности. С тех пор, как Джосс обзавелся собственным домом, там никогда еще не бывало так весело, как теперь, благодаря Ребекке. Она пела, она играла, она смеялась, она разговаривала на трех языках, она привлекала в дом всех и каждого и внушала Джозу уверенность, что это его выдающиеся светские таланты и остроумие собирают вокруг него местное высшее общество. Что касается Эмми, которая совсем не чувствовала себя хозяйкой в собственном доме, кроме тех случаев, когда приходилось платить по счетам, то Бекки скоро открыла способ услаждать и развлекать ее. Она постоянно беседовала с нею об опальном майоре Доббине, не уставала восхищаться этим замечательным благородным человеком и уверять Эмилию, что та обошла с ним страшно жестоко. Эмми защищала свое поведение и доказывала, что оно было подсказано ей высокими религиозными правилами, что женщина, которая однажды и так далее, да еще за такого ангела, как тот, за кого она имела величайшее счастье выйти замуж, остается его женою навсегда. Но она охотно предоставляла Бекке расхваливать майора и даже сама по многу раз в день наводила ее на разговор о Доббине. Нельзя сказать, чтобы Эмми чувствовала удовлетворение от своей героической жертвы. Она была очень нервна, молчалива и капризна. Родные никогда не видели ее такой раздражительной. Она побледнела и прихваривала. Она все еще хнычит о своем болване мужа, хоть он уже пятнадцать лет как в могиле и по делам ему, рассуждала Бекки сама с собой. Нет, она выйдет замуж за бамбуковую трость. Я это устрою сегодня же вечером. Послушай меня, Эмилия, начала Бекки, расхаживая по комнате, поглядывая на приятницу с какой-то презрительной нежностью. Мне нужно с тобой поговорить. Джоз не может тебя защитить. Он слишком слаб и сам нуждается в защите. В житейских делах ты беспомощна как грудной ребенок. Ты должна выйти замуж, иначе ты сама и твой драгоценный сын оба вы пропадете. Тебе, дурочка, нужен муж, и один из лучших джентльменов, каких я когда-либо видела, предлагал тебе руку сотни раз, а ты оттолкнула его, глупое ты, бессердечное, неблагодарное создание. Я старалась, старалась изо всех сил. Право, я старалась, Ребекка, сказала Эмилия молящим голосом, но я не могу забыть. И она, не договорив, обратила взор к портрету Джорджа. Не можешь забыть его, воскликнула Бекки. Этого себелюбца и пустозвона, этого невоспитанного, вульгарного дэнди, этого никчемного олуха, человека без ума, без воспитания, без сердца, который против нашего друга с бамбуковой тростью, все равно, что ты против королевы Елизаветы. да, ведь он тяготился тобой, и, наверное, надул бы тебя, если бы этот добин не заставил его сдержать слово. Он признался мне в этом, он никогда тебя не любил, он вечно подсмеивался над тобою, я сама сколько раз слышала, и через неделю после вашей свадьбы начал объясняться мне в любви. Это ложь, это ложь, Ребекка, закричала Эмилия, вскакиваясь с места. «Смотри же, дурочка!» сказала Бекки все с тем же вызывающим добродушием и, вынув из-за пояса какую-то бумажку, развернула ее и бросила на колени Кэмми. «Тебе известен его почерк. Он написал это мне, хотел, чтобы я бежала с ним, передал мне записку перед самым твоим носом за день до того, как его убили и по делам ему», повторил Ребекка. Эмми не слушала ее, она смотрела на письмо. Это была та самая записка, которую Джордж сунул в букет и подал Бекке на балу у герцогини Ричмонд. Все было так, как говорила Бекке. Шалый молодой человек умолял ее бежать с ним. Эмми поникла головой и, кажется, в последний раз из тех, что ей положено плакать на страницах нашей повести, приступила к этому занятию. Кто поймет эти слезы и скажет, сладки они были или горьки? Скорбела ли она о том, что кумир ее жизнью рухнул и разлетелся в дребезги у ее ног? Или негодовала, что любовь ее подверглась такому поруганию? Или радовалась, что исчезла преграда, которую скромность воздвигла между нею и новым настоящим чувством? Кто знает. А теперь давай возьмем перо и чернила и напишем ему, чтобы он с сиюжи минуту приезжал, сказала Бекке. Я уже написала ему сегодня утром, ответила Эмми, страшно покраснев. Может быть, из стыда перед простым и добрым существом, которое первым стало на ее защиту, может, из отвращения ко всяким сентиментальным сценам, но только Ребекка, удовольствовавшись той ролью, которую она уже сыграла в этом деле, не показалась на глаза полковнику Доббину и его жене. Объяснив, что ей необходимо съездить по неотложным делам в Брюгге, она отправилась туда, и только Джорджи и его дядя присутствовали при венчании. Но после свадьбы миссис Бекке вернулась всего на несколько дней, чтобы утешить одинокого холостяка Джозефа Сэдли. Он сказал, что предпочитает жизнь на континенте и отклонил предложение поселиться вместе с сестрой и зятем. Когда полковник Доббин вышел в отставку, а сделал он это сразу после свадьбы, он арендовал примиленькую усадьбу в Хэмпшире, недалеко от королевского Кроули, где сэр Питт безвыездно жил со своим семейством. Леди Джейн и миссис Доббин сделались большими друзьями. Миледи была восприемницей дочери миссис Доббин. Девочку назвали в честь крестной Джейн. Между обоими мальчиками Джорджем и Родденом завязалась тесная дружба. Во время каникул они вместе охотились, поступили в один и тот же колледж в Кембридже и ссорились из-за дочери леди Джейн, в которые оба конечно были влюблены. Обе матери лелеяли планы касательно брака Джорджа и этой юной леди, но я слышал, что сама мисс Кроули питает склонность к своему кузену. Имя миссис Родден Кроули не упоминалось ни в том, ни в другом семействе. Для этого были свои причины, ибо куда бы ни направлялся мистер Джозеф Седли, туда же следовала и она, и этот несчастный человек был настолько ею увлечен, что превратился в ее послушного раба. Поверенные полковника сообщили ему, что его Шурин застраховал свою жизнь на крупную сумму, откуда можно было заключить, что он добывал деньги для уплаты долгов. Он взял долгосрочный отпуск в Ост-Индской компании, и действительно, его недуги с каждым днем множились. Три месяца спустя Джозеф Седли умер в Ахене. Выяснилось, что все его состояние было промотано в спекуляциях и обращено в ничего не стоящие акции различных дутых предприятий. Ценность представляли только те две тысячи, на которые была застрахована его жизнь, и которые и были поровну поделены между его возлюбленной сестрой Эмилией, супругой полковника и прочее, и прочее, и его другом и неоценимой сиделкой во время болезни, Ребеккой, супругой полковника Родана Кроули, кавалера ордена Бани, каковая назначалась душеприказчицей. Поверенный страхового общества клялся, что это самое темное делала в его практике и поговорила о том, чтобы послать Ваахен комиссию для обследования обстоятельств смерти. Общество отказывалось платить по полису, но миссис, или как она себя титуловала леди Кроули, немедленно явилась в Лондон в сопровождении своих поверенных и потребовала от общества выплаты денег. Деньги были выплачены, и ее репутация восстановлена, но полковник Доббин отослал свою долю наследства обратно страховому обществу и наотрез отказался поддерживать какие-либо отношения с Ребеккой. Ей не пришлось сделаться леди Кроули, хотя она продолжала так величать себя. Его превосходительство полковник Родан Кроули к великой скорби обожавших его подданных скончался от желтой лихорадки на острове Ковентри за полтора месяца до кончины своего брата сэра Питта. Поместье и титул достались таким образом нынешнему сэру Родану Кроули баронету. Он тоже не пожелал видеть свою мать, которая, впрочем, выплачивает щедрое содержание и которая, по-видимому, и без того очень богата. Баронет постоянно живет в королевском Кроули, следит Джейн и ее дочерью, между тем, как Ребекка Леди Кроули по большей части обретается в Бате и Чайлтнами, где множество прекрасных людей считает ее несправедливо обиженной. Есть у нее и враги, у кого их нет. Ответом им служит ее жизнь. Она погрузилась в дела милосердия. Она посещает церковь, всегда в сопровождении слуги. Ее имя значится на всех подписных листах. Нищая торговка апельсинами, покинутая прачка, бедствующий продавец пышек нашли в ее лице отзывчивого и щедрого друга. Она всегда торгует на благотворительных базарах в пользу этих обездоленных созданий. Эмми и ее дети и полковник, которые вернулись недавно в Лондон, встретили ее случайно на одном из таких базаров. Она скромно опустила глаза и улыбнулась, когда они бросились прочь от нее, Эмми под руку с Джорджем, ныне превратившимся в чрезвычайно элегантного молодого человека, а полковник, подхватив маленькую Жейн, которую он любит больше всего в мире. «Больше, чем меня», думает Эмми и вздыхает, но он ни разу не сказал ей ни ласкового или ни доброго слова и старается выполнить всякое ее желание, лишь только узнает о нем. Ах, суета, сует! «Больше, кто из нас счастлив в этом мире? Кто из нас получает то, чего жаждет его сердце, а получив, не жаждет большего? Давайте, дети, сложим кукол и закроем ящик, ибо наше представление окончено». Спасибо за субтитры Алексею